Хотела встретиться с ним, заключалось, конечно, в том, что она думала, что не должно быть никакой обиды на Каншин Хека и что ей нужно поблагодарить его за ее спасение. Но ты не можешь просто склонить голову перед человеком, который убил твоего отца. Так вот из-за чего был спор. Это сработало? Я думал, что это будет более напряженная битва. Фантазии Клэр начали проявляться в полную силу. Ты знаешь изливать свои искренние чувства и кричать, когда ваши мечи сталкиваются. О, например, когда главный герой и его соперник, который был другом, дерутся. Вы оба выпускаете все слова внутри себя, а потом чувствуете облегчение. Ну, по крайней мере, недоразумения были устранены. К сожалению, между ними была стена, которую никогда нельзя было преодолеть. Я буду очень уставать всю свою жизнь. Ну, в том возрасте весь мир был моим врагом. Да, тем не менее, он мог видеть, что она не была ребенком с плохим характером. Тем не менее, она действительно много плакала. В любом случае, я рад, что это было решено. Не волнуйся слишком сильно. Ачжуин должен был быть убит. Да, но его семья не виновна. Я рад, что все получилось хорошо. Теперь ему не нужно было беспокоиться о том, что она набросится на него с ножом после поступления в Шинен в следующем году. Учитывая, что она была близкой знакомой Пэк Инха и скоро станет первокурсницей в Шинюнг, это был вопрос, который необходимо было решить. Однако она оказалась более зрелой, чем ожидалось. То, как она ведет себя, все еще немного неопытно. Но это путь для большинства. Он мог бы оставить остальное Беку. Кан Шинхек с облегчением облокотился на стойку бара. Клэр провела рукой по его волосам. Все прошло очень хорошо. Да, но не благодаря Беку. Это все, Хэм. Она присоединилась к нему в такой же позе. Их глаза встретились. Кан Шинхек почувствовал, как волосы у него на затылке встали дыбом. Я не чувствую, что все прошло хорошо. Ты что, такой ребенок? Вовсе нет. Вау, такая уверенность. Но, несмотря на ее слова, у Клэр была слабая улыбка. Он хотел, чтобы она чувствовала себя рядом с ним в такой же безопасности, как и Хэна рядом с Беком. Ты чувствуешь себя неуверенно? На его вопрос Клэр тихо подумала, прежде чем кивнуть. Ему было трудно смириться с тем, что такой уверенный в себе человек, как она, может беспокоиться о чем угодно. Он знал, что это обычное дело, когда ты так сильно ценишь другого. Воспоминания Анвела были тому доказательством. Вот почему ты не должен искать кого-то лучше меня. Как нелепо. Честно говоря, я немного занервничала, когда впервые увидела красные туфли. Я даже не знал, что она целилась в Юну. Итак, разве ты не находил ее привлекательной? Я думал, что она была. Привет. Мне нравишься только ты, Клэр. Ты единственная, с кем я хочу встречаться, твердо сказал Каншин Хек. Хэм. Тогда дай мне свою руку. Он протянул руку. Медленно она протянула руку. Затем поднесла его руку к своему рту. Ее губы приоткрылись, и она укусила его за безымянный палец. Затем протянула руку, чтобы он сделал то же самое. Как только он подчинился, на ее лице появилось выражение удовлетворения. Мы встречаемся прямо сейчас. Сейчас, любовники. Как ты это узнал? От Юны. Но как Шин Юна узнал об этом? У тебя есть два года до окончания школы. Да. Я надеюсь, что время пролетит быстро. А-а-а. Клэр, озорно жалуясь, отдернула руку. Может, пойдем поедим цыпленка? Это то, что мы обычно делаем. Тогда мне что-нибудь приготовить? О, но должен ли я сначала открыться? Ты будешь в порядке, если подождешь? Нет, я так голоден, что больше не могу этого выносить. Клэру прямо покачала головой, затем медленно встала. Сегодня никаких дел. Давай устроим вечеринку в честь твоего вступления во второй год обучения. Это только начинается на второй год. Это особенное, потому что ты теперь выпускница, верно? Что ты планируешь? Клэр хихикнула, затем спрятала лицо. Ну что ж, мы должны держать дверь магазина закрытой. У первокурсников Шин Юнг изначально было много дел во время каникул. Большинство из них были практическими заданиями для вступления в гильдии на испытательной основе и обучения тому, как обращаться с настоящими вратами. Но в этом году назначение на каникулы пришло с противоположной стороны, поскольку они уже делали это. То, что они пропустили в процессе обучения, было освещено в виде о лекциях, предоставленных школой. Студенты закричали, спрашивая, что это за каникулы, но Синин молчал. Коншенхек выполнил все свои задания за неделю после начала каникул и получил новое пространственное задание. Это задание, которое тебе действительно подходит, чтобы построить большой и величественный замок. Как шумно. Шепот супер-ультрагалактического кулака. Дедушка, где ты? Давай прямо сейчас. Это было задание построить огромный замок, не похожий ни на один из виденных на земле. Глава 216. Хотя он хорошо знал, что члены вселенной героев были уникальными персонажами, Коншенхек также знал, что были люди, которые делили задания с членами других измерений. Вау, мой дедушка был красивым все это время. Спасибо. Коншенхек горько улыбнулся, когда девушка, стоявшая перед ним, посмотрела ему в лицо. Она выглядела молода, вероятно, ей было не больше 10 лет. О, тебе только что пришло в голову спросить о моем возрасте. Запрещено это невозможно. Категорически нет-нет. Он даже не хотел спрашивать, но девушка резко опустила руку. У нее были голубые волосы, как у Ахина, но у ее глаз были ярко-красные радужки. Просто позвони Мишу. Ты получил это от супер-ултрагалаксофист? Да. А как насчет перчаток? Дедушкины перчатки. Как только Шу подтвердила, что он анвел, она пробормотала, как ребенок, и повисла у него на талии. На этот раз у администратора не было никаких комментариев. Вот, вау, наконец-то, продукты, изготовленные на наковальне, которыми хвастаются другие. Ах. Взяв предложенные им перчатки, глаза Шу заблестели, когда она потерла им и щеку. Это был тот предмет, который она просила, но когда он сказал ей, что они завершены, она попросила его выполнить задание вместе с ней. Возможно, он не был бы активным, но наблюдение за силой других участников очень помогло бы его обучению, и было неплохо завязать дружеские отношения, поэтому он согласился. Но, конечно, было приятно с ней познакомиться. Члены вселенной героев всегда удивляли его. Тем временем Шу экспериментировал с прочностью перчаток, как он и предполагал. Это растянется над те. Ну, это должно подняться, может быть, до X ранга. Аааааа. В конце концов, у дедушки другие стандарты. Текущий лимит был легко превышен. Это означало предел возможностей смертного. Коншенхек наклонил голову. Разве выражение «текущий предел» не подходит для людей, которые выходят за его пределы? Прямо сейчас большинство моих статусов достигли этого предела. О, это стандарт. Я называю текущий лимит меньше X. Действительно, это была область, которую Коншенхек даже не узнавал до недавнего времени. Ранг ССС вряд ли можно было бы представить тем, кто живет на Земле, но стандарты тех, кто живет во вселенной героев, несомненно, сильно отличались. Итак, как она на самом деле администратор? Пожалуйста, примите во внимание тот факт, что она является VIP-членом. Но для кого-то вроде вас текущий лимит – это правильный способ обозначения ССС ранга. Ранг ССС – это поворотный момент, это VIP-стандарт. Коншенхек рассмеялся, чувствуя себя всего лишь лягушкой в колодце, и внезапно увидел ее руки. Ее голые руки, покрытые шрамами. Может быть, это были старые раны, которые невозможно было залечить, но он слышал, что на торговой доске определенно были эликсиры. «Тебе не все равно?» «Но это нормально, это как медаль. Ты до сих пор дрался без перчаток?» «Да, там не было ничего, что мне подходило», – легко проговорила девушка, надевая черные перчатки. Перчатки уменьшились, чтобы соответствовать ее маленьким рукам, как только она их надела. «О, они идеально подходят, проверьте статус, я не буду, я не могу в это поверить, пока не попробую сам. Ах, я не говорю, что я тебе не верю, я не верю в гею, понимаешь, дедушка, ты знаешь?» «Да, да». Идея не верить в систему гея была настолько чужда Коншенхеку, что он действительно не знал, что об этом думать. Шу схватила его за талию, когда он начал чувствовать странную дистанцию между ними. «Итак, пойдем сейчас, это место немного безопасное, место проведения квеста находится прямо там. Да, я последую за тобой, так что отпусти». Шу упал на пол. В этот момент Коншенхек почувствовал, что его тело разрывается на части. Пейзаж перед ним менялся так быстро, что он едва замечал, что движется. Помимо явного шока от быстрого перемещения, он не получил никаких ран. «Мы прибыли». Шу отпустила его и энергично закричала, когда они остановились. Они находились в очень большой котловине под пышной горой. Коншенхек отбросил чувство, что его сейчас стошнит, и огляделся. Горы величественно раскинулись перед ними. Это место сильно отличалось по размерам от того, с которым он был знаком. Но если предположить, что оно было, может быть, в сотую часть размера, это место выглядело как вулканический кратер. Вот в чем дело. Эти дети живут здесь. В дополнение к ним двоим в бассейне было несколько людей. Или, скорее, человекоподобные существа с красной кожей и волосами, которые горели огнем. Это соленые люди, йомины. Чтобы сделать хорошее оружие, вам нужно хорошее железо и хороший огонь. Из них получается хороший костер, поэтому я их принес. Шус, разве этот огонь не считается достойной наградой? До этого мы должны остановить их. Видишь их, дедушка? Он не мог их видеть, но чувствовал это. Он мог чувствовать признаки бесчисленных существ, неуклонно поднимающихся вверх от подножия горы. Да, я примерно это чувствую. Вау, ты чувствуешь это, а не видишь? Люди, занимающиеся ремеслом, обладают разными чувствами. О, позвольте мне представить их вам. Эй, ах. Шус хватил Коншенхека и снова побежал. Это было не таким большим потрясением, поскольку их пункт назначения был ближе, но пейзаж перед ним менялся так быстро, как будто они телепортировались, как будто они переместились в пространстве. Пока он думал об этом, появилось сообщение. Уровень владения навыком пространственной координации ССС повышен до ранга тот. У вас было какое-то представление о пространственном перемещении? Разве тело не приспособилось бы к чему-то настолько опасному? Что ж, теперь он должен был поблагодарить Шу за то, что она помогла его мастерству вырасти. Огненный шар, поздоровайся. Когда он открыл глаза, перед ним стояла женщина по имени Йомин. На расстоянии он заметил только горящие волосы, но теперь, когда он был ближе, он мог видеть, что ее жизненно важные места были покрыты тонким красным камнем вместо одежды. Исключая это, однако она была красивой женщиной по человеческим меркам. Дедушка, я слышал, что по внешнему виду легко определить возраст человека, но он выглядит молодым. Коншин Хек снова неловко улыбнулся. Это сложная ситуация. Позвони мне, Анвил. Итак, я вижу. Анвил, извини, но мы все еще заняты. Ты выглядишь слабой, так почему я должен с тобой разговаривать? Огненный шар, если ты проигнорируешь дедушку, ты умрешь от моей руки. Вот почему я прошу объяснений. Казалось, что Йомины были теми, кто заказал задание, но, похоже, эти двое были не в очень хороших отношениях. Более того, он признал, что его статус был слабым по сравнению с ними. Я думал, что стал немного сильнее. Духовная сила – это не то, что легко обнаружить. Она невежественна и ничего не знает. Если вы продемонстрируете свою максимальную силу, вас будут считать одним из лучших среди людей, живущих в этом мире. Но сейчас я ничего не могу с этим поделать. Это верно. Но теперь это негодование будет стимулировать ваш рост. Бонус в 500 000 и лес. Нет, тогда почему эта девушка не была членом вселенной героев, если она была такой сильной? В любом случае это не будет иметь значения. Дедушка пришел сюда не воевать, а строить стену. Ты закроешь эти штуки стеной? На самом деле, если дедушка не покажет свои навыки, ты будешь так ворчать до конца. Ладно, слушай. Это было сделано им самим. Что? Когда Шу выставила вперед руки в перчатках, Йомин выглядел удивленным. Честно говоря, Каншин Хек был тем, кто был удивлен больше всех. Как мог человек, который даже не мог распознать свою духовную силу, распознать этот артефакт во глансе? Ты имеешь в виду бороться с этим, с теми способностями, которые ты демонстрировал раньше? Ага. Ты серьезно? Похоже, его сразу уже разорвут на части. Я верю в своего дедушку. Итак, смотрите внимательно. Если он не порвется, оставь его моему дедушке. Это оказалось не так просто, как он сначала предполагал, присоединившись к чужому квесту. Хорошо, тогда давайте посмотрим. Давай пойдем в место, которое ты сможешь увидеть. Да, это будет здорово. На этот раз Шу схватился за Йомина и Каншин Хека. Смирившись, он закрыл глаза. Когда они открылись мгновение спустя, они уже были на крутых горных склонах на краю котловины. Теперь он мог подтвердить внешность нападавшего своими глазами. Ящерицы ползли вверх сквозь темноту. Огненные ящерицы, заговорил Йомин. Они едят огонь. Они не могут сосуществовать с нами. Но почему они о, Ермунгант? Ермунгант? Что это? Ну, это значит большая змея. Змея. Как прекрасно. Потому что это змея, которая носит этих ящериц. Йомин стиснула зубы. В этот момент Шу кивнула и протянула вперед правую руку. Затем, подняв левую руку, она схватила себя за запястье и закричала. Галактический ракетный удар. В тот момент, когда он собирался пожаловаться на ужасное чувство именования, которое было хуже, чем у Клэр, ее крепко сжатый правый кулак исчез, как будто его отрезали у запястья. А, внезапно очень большая темная масса упала на головы ящериц, взбирающихся на гору. С ужасным ревом тысячи из них были раздавлены в одно мгновение. Попал. Ух ты, посмотри на перчатки. Чтобы по-настоящему держаться за свой кулак. Вау. Каншинхек запоздало понял, что это был кулак Шу. Это действительно был ракетный удар. Глава 217. Что только что произошло? Ну, я замахнулся кулаком. Шу в замешательстве посмотрел на Каншинхека, как будто спрашивая, может ли он тоже это сделать. Нет, он ни за что не смог бы. Я шучу, дедушка. Увидев его смущенное выражение лица, Шу добавила с легкой улыбкой. Тем временем ее огромная рука раскрылась и смахнула ящериц, взбирающихся на гору, как метлу. Это черта нашего народа. Он пропускает промежуточные процессы для получения результатов. Извините, это немного трудно понять. Так, например, если я хочу поцеловать своего дедушку, этот пример неуместен. Наконец вмешался администратор. Шу хихикнула и кивнула. Ну, тогда пожимаем друг другу руки. А Каншинхек инстинктивно потянулся к ее словам. Затем Шу улыбнулась и подняла руку. Вау. Только ее рука цеплялась за его руку, покачивая ее вверх и вниз. Честно говоря, это было немного странно. Таким образом он выполняет намеченные действия сразу, без того, чтобы я двигался посередине или вытягивал руки. Понимаешь? Тогда разве результат не сильно варьируется в зависимости от вашего ума? Ау. Суга захлопал в ладоши, уже догадываясь об этом. Кулак, который сбивал монстров с ног, исчез, снова появившись на ее руке, когда она хлопнула. Конечно, это требует изрядного количества энергии. Не все наши люди могут нанести такой ракетный удар. Бах. Она тут же нанесла ему второй ракетный удар. На этот раз он был немного больше, чем раньше. Ящерицы взорвались искрами, но черная перчатка отразила их все. Вау, перчатки действительно классные. Здесь совсем не жарко. Точно. У меня нет другого выбора, кроме как признать это. Йомин кивал рядом с ним. Несмотря на то, что он пострадал от пламени ящерицы и огромного расширения кулака, на перчатках не осталось никаких следов. Какими бы прочными они ни были, они порвутся. У них есть функция автоматического ремонта, так что вам не нужно будет сильно беспокоиться. Самый лучший, дедушка. Я никогда раньше не носил настоящего оружия, но благодаря тебе моя сила сразу удвоилась. Она радостно обняла Каншин Хека, было ли это чем-то, что нельзя было сделать удаленно, или дело было не в этом? Если это так, я мог бы напасть на их базу. Прекрати это. О, прямо как дедушка. Шу в шутку ответил на серьезность Каншин Хека, но он не расслабился. Оружие это не что иное, как это. Если ты придашь этому слишком много значения, однажды тебе будет больно. Ух ты, дедушка. Ладно, ладно, хватит. Шу обернулся и кивнул. Тем временем ее кулаки извивались и отбивали ящериц. Как вы можете видеть, нам трудно атаковать их активно. ХМА. Внезапно заговорил Йомин. Он запоздало оглянулся, будучи поглощен зрелищем того, что делал Шу. Люди стояли на границах бассейна с металлическими копьями, пронзая выползающих ящериц. Это потому, что они поглощают наш огонь. Большая часть наших способностей состоит из огня, но они полностью не восприимчивы к нему. Так что у нас нет другого выбора, кроме как нанести ему дар оружием, с которым мы плохо справляемся. Мы не можем жить так вечно. У меня есть приблизительное представление об этом. Тем не менее, Шу тоже не мог оставаться здесь вечно. Ящерицы постоянно поднимались вверх, несмотря на то, что она отбивала их. Вот почему ты хочешь построить стену. Да, дедушка, пока Каншинхек слушал ее объяснение, Шу на данный момент последовательно уничтожал ящериц. Однако, если бы этого было достаточно, Каншинхека бы сюда не позвали. Ты думал о том, чтобы уничтожить источник? Дедушка, это значит сделать врагом все в этом мире. Если мы одичаем за пределами этого бассейна, другие силы попытаются напасть. Все ли они с Ермунгандом? Еще больше раздражает, что это не так. Казалось, Йомин не знал о Ермунганде. Скорее всего, другие племена мира имели мало общего с Ермунгандом и жили на своих собственных территориях. Ермунганд по-прежнему враждебен, но другие расы в этом мире не будут обращать внимание на то, чего им следует остерегаться. Они не намерены сотрудничать. Тогда они не проснутся, пока не станут мишенями после того, как это племя погибнет. Мы не умрем. Это просто пример. Кан Шен Хек понял, что в тот момент он все еще не знал ее имени. Как мне тебя называть? Огненный шар? Что? Ах, ты можешь называть меня Квате Анвилл. Она стала более скромной, чем раньше. Возможно, потому, что убедилась в силе перчаток, которые он сделал. Поприветствовав ее, он взглянул на людей, медленно собирающихся вокруг них. Они не так сильно отличались от людей, как те, что были в Ниарусте. Так что он не чувствовал себя слишком странно, находясь рядом с ними. Так мы действительно можем попросить стену? У нас есть много материалов. Это просто, но проблема заключалась в том, что окружность стены должна была составлять более пары километров. Однако этот мир не был похож на Киран, где его можно было сделать больше, освободив его с помощью духовной силы. Сначала я должен кое-что спросить. Ты обычно спускаешься с горы, когда ящериц поблизости нет. Нам это не нужно. У нас здесь есть все, что нам нужно, чтобы поесть. Куда? Ему не нужно было спрашивать, так как вскоре он заметил тепло под раковиной. Этот вулкан не был потухшим. Значит, ты продолжишь жить здесь? Разве это не будет скучно? В мирное время все немного по-другому, но сейчас это война. Ему было интересно, насколько все будет по-другому. Коншин Хек повернулся к Шу, не задавая ни одного из вопросов, о которых он думал. Давайте сначала осмотрим его. Администратор закончил это. Бассейн имеет окружность менее 65 километров. Итак, диаметр чуть более 20 километров. Чтобы объяснить скорость окружности, все в порядке. Коншин Хек смело прервал объяснение и начал серьезно планировать, построить стену, которая идеально покрывала бы это расстояние. Разве это не было невозможно? Я кузнец, а не китайский император Циньши. Это масштаб вселенной героев, и ты не обычный черный кузнец. Я не могу подойти к этому обычным способом. Коншин Хек прямо поговорил с администратором, испытав вспышку вдохновения, когда увидел тысячи людей вокруг него. Строительство стены замка не было такой сложной работой, как создание артефакта. Ему просто нужно было мобилизовать здешних людей, чтобы построить барьер. Потребуется высокая стена, так как там, конечно, могут быть и другие враги, кроме ящериц. Они могут сами построить стену. Чего они хотят, так это прочные стены, но им не хватает навыков обработки материалов. Этот факт можно было хорошо понять, просто взглянув на дрянное оружие, которое они использовали. Йомины, должно быть раса, которая сражалась без оружия. Поэтому их способность создавать и использовать их была низкой. Как сказал Шу, они могли развести хороший огонь, но у них не было возможности использовать его. Если да, то что он должен был сделать сейчас. Квати, давай сначала посмотрим, какие материалы ты можешь предоставить. Ну. Квати опустилась на колени и зачерпнула красноватую землю из таза, затем развела огонь в руки. Со временем почва осыпалась, и появился металлический комок из того же материала, что и копия, которые они использовали некоторое время назад. Коншенхек принял его, подтвердив, что он более ценен, чем любой другой металл. Взрывоопасное золото. СС ранг. Металл, изготовленный путем обработки души, встречается только в вулканах, которые извергаются пламенем Йомина. Как только форма затвердеет, ее практически невозможно повторно обработать. Когда температура падает до экстремальных значений, он возвращается в почву. Он обладает взрывной силой и огромной устойчивостью к огню. Я понимаю, почему ты расправился с ящерицами с помощью этого. У тебя прекрасные глаза. Вам удалось распознать его с первого взгляда? Что ты думаешь о нашем дедушке? Шу казался слегка расстроенным, увидев удивление Квате. Однако у Коншенхека не было времени разбираться с этим. Это было потому, что он был полон решимости исследовать и анализировать взрывоопасное золото с помощью своей духовной силы. Затем, к его удивлению, она потеряла свою форму и вернулась в красную почву. Как, вау, что случилось? Я общался с материалами. Нет, извините. Он извинился, но нашел способ двигаться дальше. То, что он должен был сделать, это не стены. Нет, ему нужно было создать артефакт, который мог бы создавать материалы по своему желанию. Глава 218 Так же, как Коншенхек пробудил новую форму силы в своей энергии золотого дракона, в мире существовали различные способы обращения с магической силой. То же самое относилось и к пламени, с которым имел дело Йомин. Их энергия, названная фотоосновой, обладала очень сильным нагревом и разрушительными свойствами, но она также обладала неожиданным свойством вызывать определенные изменения в определенных веществах. Можно ли его снова превратить в металл? Нет, этого не может быть. Я покажу тебе еще раз, как насчет этого ощущения энергии рядом с тобой. Горячо, горячо. Чрезвычайно взволнованный Квати развел рядом с ним костер. Даже его огнестойкость ранга ИСС не могла полностью блокировать его, что было пугающе. Возвращение того, что изменилось, отличается от изменения его в первую очередь. Мне не нужно беспокоиться об этом. Если это огонь, ты можешь его разжечь? Нам понадобится наша энергия, чтобы построить стены, верно? Конечно не могли бы вы зажечь пламя чуть дальше. Я хочу проанализировать это, столько, сколько вы хотите. Отношение Квати стало довольно сговорчивым после того, как она подтвердила способности Шенхека. С ее помощью он в течение нескольких минут анализировал фотобазу. С его активной духовной силой он мог видеть пределы и потенциал ее способностей, хотя Квати и не подозревала об этом. Хорошо с этим. Коншенхек достал блокнот и начал его оформлять. Конструкция должна была быть простой. Суть заключалась в том, что требовалось массовое производство строительных материалов для стены. Это означало кирпичи. Ему нужно было сконфигурировать входное отверстие, в которое будет поступать грунт. Раму для переработки его в кирпичи и выпускное отверстие, которое будет производить кирпич. Как быстро могут кирпичи нет? Насколько хорошо артефакт может противостоять энергии? Дедушка потрясающий, но я понятия не имею, что он делает. Коншенхек погладил Шу по голове, сосредоточившись на своем дизайне. Шу искут. Разве это не так? Разве это не так? Да. Он все еще не знал, сколько ей лет. Итак, возможно ли это? Да, я думаю, что так и будет. Но будет трудно заставить его работать вечно. Так или иначе, пока я здесь, я должен достроить стену. Если вы сможете остановить этих чертовых ящериц, мы будем сотрудничать с тем, что вы запланировали. Коншенхек решил начать с создания нового сплава, который мог бы противостоять их энергии. Как только взрывчатое золото было превращено в металл с применением тепла, оно мгновенно затвердело, что сделало его практически невозможным для сплавления. По крайней мере, так все думали. Как, как, это не так уж и сложно. Я только что убедил этого парня. Взрывчатое золото в жидком состоянии отливало красным. Только йомины могли его приготовить, но они впервые видели его в жидком состоянии. Он быстро плавился и почти сразу затвердевал, поэтому его нельзя было хорошо обработать. Но это было решено Коншенхеком. Ты убедил металл? Это самая глупая вещь, которую я когда-либо слышал. Если это дедушка, то это выполнимо. Он самый умный во вселенной героев. Шу был впечатлен идеей о том, что он общался с металлом и, казалось, полностью поверил ему. Кватини была дурой, чтобы отрицать очевидные результаты. Но ей было любопытно, поэтому она опустила руку в металл. Было до смешного жарко, но с ней все было в порядке. Расплавленный металл течет, как жидкость, но продолжать в том же духе невозможно. Я уже полностью проанализировал материалы. Я принес все остальное, что мне нужно. Коншенхек достал приготовленные им железные прутья и бросил их в расплавленную жидкость. Каждый из них был сделан из металла, который Коншенхек очистил сам. Поэтому в нем не было никаких примесей, и когда они застыли, металл начал излучать странный свет. Коншенхек при виде этого создал красивый голубой шар, вливая магическую силу, заключенную в нем, в жидкий металл. Свет, излучаемый металлом, мгновенно потемнел. Кивнув, он убрал водяной шар обратно в свой арсенал. Хорошо, я думаю, теперь все кончено. Ты хочешь сказать, что сделал сплав из этой чепухи? Я установил его в тех пропорциях, которые считал наиболее подходящими. Если это неправильно, тогда нам нужно будет пройти через метод проб и ошибок еще несколько раз. Ха, это ужасно смешно. Вау, цвет изменился. Радостные возгласы шу прекратились, поскольку Квати боролась со своим волнением. Металл приобрел удивительный черный цвет, постепенно затвердевая в соответствии с рамкой формы. Ледяная соль, SS-ранг, сплав, свойства которого были изменены путем смешивания различных металлов с взрывчатым золотом. Он передает все виды свойств, включая тепло, но форма никогда не меняется. Его нелегко разрушить, и он будет блокировать холод, хотя его форма легко изменится. Хорошо это сработало. Использование водного шара было правильным ответом. Наковальня это, это действительно другой металл, чем взрывоопасное золото. Но зачем ты это сделал, дедушка? Его нельзя использовать в качестве оружия. Даже если он блокирует холод, это ничего не значит, если форма разрушается. Квати недоверчиво посмотрела на него. Он только что изготовил идеальный сплав, случайным образом смешав металлы. Подумай об этом, шу. Теперь он никогда не растает в их пламени. Конечно, он не растает даже у огненных ящериц Фламеса. Ты что, строишь из этого стену? Это отпугнет ящериц. Но Ермунгант не стена, а машина для производства материалов, необходимых для ее изготовления. Ну, ага. Шу, долго размышлявшая, наконец захлопала в ладоши, поняв его план. Ты делаешь из этого каркас для кирпичей. Это верно. Шу действительно симпатичная. Он нашел подходящий товар на торговой доске. Это была морозостойкая перчатка, которая при ношении пропускала холодный воздух класса С. Кроме того, мощность двигателя составляла всего около 1-2 миллиона ЛС, так что он был дешевым. Когда он схватил кусок ледяного соленого золота, он сразу же исказился. Теперь она была податлива, как глина, в точности как и предполагалось. Теперь, давайте сделаем это. Вероятно, это не займет много времени, так что, хватит, поработай с тиамином. Работа, сколько вам нужно, как можно больше. Всем все равно нечего делать. Шу позаботился обо всех боях, потому что я сильный. Мы тоже сильны. Эти ящерицы игнорируют огонь. Так что работайте вместо этого, пока чаша не станет заметно ниже. Кан Шин Хек начал комбинировать и вырезать куски ледяного соленого золота, чтобы создать большую печь. Это была не печь для обжига глины, а скорее печь для вырезания кирпичей из взрывоопасного золота. Что это такое, дедушка? Шары. Придав форму гигантской печи, он достал три шара. Водяной шар, земной шар и великого небесного духа. Сфера воды будет давать энергию взрывчатому золоту, пока оно не затвердеет. В то время как сфера земли укрепит его, великий небесный дух будет служить средством усиления энергии отдаваемой печи. Вау, энергия всех троих не так уж велика, но природа. Единственный, кто может сделать такую вещь, это наковальня. Единственный, кого я создал сам, был великий небесный дух. Это самый лучший вариант. Он осторожно поместил три шара в печь, и по ним потек тонкий блеск. Кан Шин Хек положил на него свои руки, интуитивно чувствуя, что он добился успеха. Жаровня нефрита, не может быть подтверждено. Печь, которая может вместить все сердца в мире, он может содержать пламя мифа. Однако он уязвим для холода и не может защитить мастера от пламени. Представление поддерживается изысканным балансом трех сокровищ. Очень вероятно, что другие, не обладающие духовной силой и качествами мастера, не смогут справиться с этим должным образом. В настоящее время можно создавать объекты определенной формы, куб с установленной рамкой. Благодаря особенностям печи скорость производства в три раза выше. Что? Он намеревался сделать печь для обжига, но получилось нечто большее. Жаровня нефрита. Разве это не бессмысленно грандиозное название? В отличие от ожидаемой формы ледяного соленого золота, вместо этого оно было ярко-красного цвета. Ха-ха, посмотри на это. Это привлекает внимание. Я хочу зайти внутрь. Были ли эти парни сумасшедшими? Эй, остановись, это не ванная. Что это? Вы уверены, что можете положить в это грязь? Да. С этого момента разделите команды на три группы. Одна команда поливает грязью, одна команда обеспечивает пламя, а оставшаяся команда... Коншенхек достал чертеж огромной городской стены вокруг бассейна. Будем строить стены вот так. Просто, не так ли, ты собираешься закопать нас в землю? Коншенхек молча поднял голову и поманил к подножию горы, где уже карабкались другие ящерицы. На этот раз они были больше. Если ты хочешь продолжать сражаться с ними, делай все, что захочешь. Давайте проверим это один раз. Три секунды спустя взрывоопасное золото было превращено в кирпичи. Квати вздохнула и разделила йоминов на три группы, видя, что кирпичи не расплавятся даже в ее пламени. Дедушка, может, поймаем вон того большого и пожарим на гриле? Выбери камень. Да. Таким образом, началось строительство стены. Глава 219. Ты съел жареную-жареную ящерицу. Штраф исчез из-за сопротивления огненного скилла. Увеличен уровень владения навыком сопротивления огню. Способность противостоять огню увеличилась на 20% до тех пор, пока мясо не начнет перевариваться. Коншенхек чувствовал беспокойство, когда готовил огненную ящерицу, но как только он удалил ее кровь и очистил кожу, он постепенно стал более уверенным. Тем не менее, он все еще беспокоился о том, каким было бы это наказание, если бы у него не было ресист-ферескилл. Все в порядке, такое чувство, что внутри что-то горит, но все в порядке. Я могу переварить это сразу. Это была техника, недоступная современным людям, но, похоже, она говорила правду. Ты делаешь это с помощью способности? Да. Таким образом, вы можете потреблять много энергии за короткое время. Разве это не потрясающе? Однако у этого был недостаток, заключавшийся в том, что человек быстрее проголодался. Шу сказала это и рассмеялась, пытаясь засунуть насаженную на вертел ящерицу в печь. Не мешайте нам, Хэм, но это вкусно, запеченное в этой печи. Это потому, что это была печь, которая достигла, по крайней мере, Х-класса. Так что в нем можно было делать не только металл, но и вкусную еду. Коншенхек мельком подумал о том, чтобы использовать его для продажи шампуров на земле, но отбросил эту мысль в сторону. Это было бы оскорблением артефакта, но это действительно чудо. Недостаток уязвимости к холоду все еще остается, но, кроме этого, это печь, о которой мечтал бы любой кузнец. Верно. Ради этого стоило приехать сюда. Бонус в размере 500 000 лес, участникам, создавшим объекты, которые останутся в памяти мировой истории. Несмотря на то, что он был уязвим для холода, водяной шар, встроенный в него, защитит его от воды и холода. Чтобы уничтожить его в этот момент, потребовалась бы способность ранга СС или выше. Однако он должен был признать, что у этого был один недостаток. Никакого огня. Он мог выдерживать невероятную жару и удерживать ее, но не мог создать такого пламени. Большинство артефактов в форме очага, продаваемых в наше время, хотя их было немного, могли сами по себе создавать искры. Коншенхек также хотел создать такую печь, но в результате получился продукт, полностью соответствующий первоначальному назначению печи. Мне нужно развести огонь, поэтому даже сейчас Коншенхек наблюдал за Йоминами ястребиными глазами, когда они испускали свое особое пламя, чтобы зажечь печь. Разве я не могу научиться этому сам? Это способность Йомина. Более того, у вас уже есть две особые способности. Да, точно так же, как было невозможно воспроизвести энергию Золотого Дракона, рожденную его чертой. Для него было невозможно имитировать их энергию. Если да, то как насчет создания среды, которая могла бы хранить это пламя в больших количествах? Например, как огненный шар. Ну, шар не выскочит просто так, потому что я его хочу. Было бы нелегко найти или сделать такую вещь. Даже водяной шар был величайшим сокровищем, которое мог предложить Киран. Но разве Шу не сказал Коншенхеку, что он может получить огонь в качестве награды? Он не знал подробностей о награде, потому что не отвечал за пространственный квест. Администратор мог бы объяснить, но это не означало, что он мог бы получить его еще раньше. Дедушка, что ты будешь делать? Ты можешь сделать еще одну печь? Я думал об этом, но ничего не поделаешь из-за шаров. Как насчет того, чтобы просто поджарить его на огне ящерицы? Хэм? Я думаю, что это тоже будет хорошо. Это была чрезвычайно жестокая идея, но Шу кивнул, как будто это была хорошая идея. Затем, когда придет следующая волна, будет захвачено еще несколько огненных ящериц. Было бы неплохо, если бы это было мирно. Ну, тебе нужно только остановить ящериц. Квати, который отвечал за командование всеми, жаловался рядом с ним. Шу справлялась достаточно хорошо, оберегая их. Разве не они были теми, кого до сих пор не хватало? Не то чтобы Каншин Хек говорил такие вещи вслух. Налей еще. Ты уже устал? Поторопись. Ты даже не проехал один круг. Теперь Йомины были разделены на три группы, которые усердно работали. Грунт, равномерно распределенный по бассейну, собирали и засыпали в печь. Заливали пламя для изготовления кирпичей, а готовые кирпичи увозили на тележке для возведения стен. Конечно, даже через час после старта они выполнили менее 1%. Когда он впервые строил планы, казалось, что они могли бы закончить их раньше, но построить стену длиной в 60 километров – это не шутка. Немного понизить высоту? Нет, пройди 50 метров, как и планировалось. На этом уровне мы можем полностью блокировать любого врага. Скорее, я думаю, мы могли бы поднять его до 100 метров. Нет, давай не будем. Пожалуйста, он не собирался проводить здесь зимние каникулы. На самом деле, он не знал, каково было соотношение времени. Это 7 к 1. Существует вероятность того, что она будет еще больше увеличиваться в зависимости от ситуации. Разве это не означает, что этот мир становится серьезно опасным? Администратор не стал его опровергать. Такие зловещие мысли укоренились в его голове. В какой-то момент позже, в тот же день, когда он использовал огонь от группы ящериц, чтобы приготовить мясо, Шу закричал. Квате, другие парни возвращаются. Другие парни? Другие парни? Каншин Хек и Квате одновременно подняли головы. Наковальня, прими командование на мгновение. Нет, я даже не Айамин. Если вы можете вернуть взрывоопасное золото обратно в грязь, вы можете это сделать. Подождите минутку. Квате побежал вперед и оставил Каншин Хека командовать. Давайте поработаем немного усерднее. Это делается для того, чтобы немного ускорить процесс. Что? Внезапно я чувствую себя комфортно, перемещая свою энергию. Он укрепил работников своим золотым драконом-хранителем и подкрепил их духовной силой, содержащейся в его нитях. Я думал, что он не был нормальным человеком. Это тоже работа ремесленника. Это потрясающе. Он явно не нашего типа, но как он может так хорошо понимать нас? К счастью, его действия, казалось, были одобрены Йомином. Но что-то очень плохое звучало так, как будто это происходило на другой стороне. Скальный волк? Почему вы, ребята, здесь? Грррр, ты должен знать причину. Огромный каменный волк, более чем в 10 раз превышающий размерами огненную ящерицу, приблизился и зарычал всего в 100 метрах от стены. Какого черта чертовы ящерицы бродят по нашей земле? Ты не знаешь? Мы тоже против них. Если вы не хотите, чтобы они пачкали землю, вы можете укусить их. Они нацелены только на вас. Конечно, Квати говорила уверенно и смеялась, глядя ему в лицо. Мы не намерены брать на себя ответственность за грехи, которых не совершали. Если вам не нравятся ящерицы, встаньте и сразитесь с ними. Это не более чем глупость, приходить к нам. У меня другое мнение. Самый большой скальный волк, возможно, их вожак, говорил так, словно по нему скребли железом. Разве это не просто вопрос избавления от тебя? Если вы отдадите этот волкан этим ящерицам, нас это не побеспокоит. Что за глупая идея? Следующей будет твоя очередь. Нет, мы согласны с этим. Именно с неба был слышен голос третьего человека. Наверху летела черепаха. Коншенхеку пришлось протереть глаза, но он не ошибся. Гигантские черепахи летали в небе над ними. Однако их тела были прозрачными и не могли быть точно видны, если он не использовал свою духовную силу. Без духовной силы все, что можно было увидеть, это зловещий пурпурно-светящийся снаряд, парящий в небе. Вау, это летающий снаряд. Я ожидал такой реакции. Прямо рядом с Коншенхеком была девушка со странно притупленными чувствами. Коншенхек посмотрел на квоти, которая, казалось, чувствовала себя все более неуютно. Штормовая черепаха забавна. Теперь ты появляешься, соленая девочка. Обычно мы невидимы, но это нелегко. С вампиги? Свинья? Дедушка? Воскликнула Шу с волнением, увидев группу гигантских свиней, медленно ползущих вверх от подножия горы, самую новую группу, появившуюся на войне. Если вы поджарите их на жаровне, это будет так вкусно. Ты собираешься есть? Коншенхек использовал свою духовную силу, чтобы полностью понять состав тела болотных свиней. Ну, они не кажутся вкусными для еды. Я собираюсь поджарить их целиком. Болотные свиньи начали сердито бегать вокруг, но затем снизу поднялась еще одна группа. На них обрушилась новая волна огненных ящериц. В такое время, как сейчас их становится все больше, квоти прищелкнула языком. Она начинала чувствовать темную злобу Ермунганда, которая скрывалась за ними. Что ты собираешься делать? Как ты думаешь, ты сможешь решить эту проблему с помощью разговора? Ха, спросил Коншенхек, но квоти только рассмеялся. Если бы я знал, что так будет, я бы пошел играть туда, где они обычно находятся. Шу, что ты думаешь? Я буду беспокоиться об этом. Какой из них будет стоить меньше всего? Шу огляделся в поисках врагов, поднимающихся снизу. Йомины все еще усердно работали над стеной, которая была далека от завершения. Затем она решительно кивнула. Давайте сначала достроим стену. Я не хотел этого делать, потому что это невозможно. Ха, пожалуйста, позаботься о дальнейшей работе, дедушка. И квоти. Он хотел спросить ее, что она имела в виду. У-у-у-у. Высота бассейна внезапно уменьшилась. В то же время стены из взрывоопасного золота взлетели более чем на 50 метров в высоту. Это было так, как если бы чашу вычерпали и превратили прямо в кирпичи. Шу, что? Шу упала, и Йомины, которые работали, последовали за ней. Что происходит? Участник. Вы должны заполнить анкету. Коншенхек инстинктивно потянулся к стене, когда это сообщение заполнило его сетчатку. Энергия золотого дракона и духовная сила смешались вместе и вышли из него, вливаясь в стену гораздо быстрее, чем он привык. Они делают что-то странное. Атака. Разрушьте эту стену. Стена внезапно выросла, и коалиция, которая уже горела враждебностью по отношению к Йоминам, атаковала огненных ящериц. Однако, когда первая штормовая черепаха начала бомбардировать его, духовная сила Коншенхека, распространенная в нем, начала трансформироваться. В сочетании с энергией золотого дракона раздался крик, и стена задрожала. Вспыхнула золотая вспышка, отпугнув штормовых черепах. Это успех. Нет, что это? Это расовая способность супер-ультрагалактика первая. Мы пропустили процесс возведения стены, чтобы сразу перейти к результату. Нет, даже Кинг Кримсон не смог бы этого сделать. Вокруг 50-метровой стены образовался полупрозрачный купол красной энергии. В глазах Коншенхека появилась информация о завершенной стене. Глава 220 Стена Йом Ванга, ССС Ранг, специальные способности. Огненное гнездо, алмаз, поглощение зла, эволюция. Огненное гнездо создает завесу огненной энергии, которая защищает все в стене. Он укрепляется силой пламени и никогда не ослабевает. Алмаз усиливает защиту и прочность до предела. Поглощение зла. Он поглощает часть энергии тех, кто хочет причинить вред тем, кто находится внутри стены, чтобы зарядить энергией существ внутри стены. Эволюция. У этого артефакта есть потенциал вырасти за пределы своего ранга. Здание, построенное с помощью мастера и многих помощников, которые пересекли границы смертного тела. Масштаб был настолько огромен, что ему не хватило энергии, но здание, унаследовавшее возможности мастера, наверняка возродится так, как он задумал. Ты снова вошел в историю. Бонус в размере 400 000 хп от впечатленного администратора. Нет, это не то, что я сделал. Он был сделан из металлоранга СС, поэтому у него были большие ожидания. Но тот факт, что вся стена была артефактом, превосходил все, что он мог себе представить. Это было далеко от того, что можно было бы считать работой кузница. Вы тот участник, который сплавил взрывоопасный золотой кирпич, и вы тот, кто решил, как построить стену. Не будет преувеличением сказать, что вы сделали эту стену. Администратор сказал это так, как будто догадался, о чем думал Шинхек. Кан Шинхек сочувствовал Шу. И все это благодаря ее способностям, что они так быстро все завершили. Этого достаточно? Я не знаю, но условия были хорошие. Администратор велел ему осмотреться. Действительно, все емины, кроме Квати, пали на землю. Привет, наковальня. Тем временем Квати насмешливо окликнула его. Поскольку ей еще предстояло разобраться в ситуации, что, черт возьми, делает эта чертова девчонка. Мы вдвоем должны сражаться против них? Разве мы не можем попытаться решить это с помощью разговора? Их там целая куча. Разбей его. Уничтожьте вулкан и верните себе наш мирный мир. Люди, живущие в этом мире, атаковали стену вместе с огненными ящерицами рядом с ними. Кланг. Кии. Однако, пока Квати и Каншинхек стояли в стороне, не зная, что делать, все, кто бросался на стену, отскакивали от нее. Однако стены не пострадали. Ну, он сделан из этого взрывчатого золота. Металл обладал безумно высокой прочностью. Он был собран и возрожден как артефакт, так что его прочность и защита только еще больше возросли. Не удивительно, что монстры этого мира так отскакивали от него. Куа-а-а. Ква. Огненные ящерицы ползали вокруг него, но они не могли взобраться на стены или прорваться сквозь него своим пламенем. Скорее, пламя, которое они выдыхали, только усиливало его. Эта стена была непроницаема для одних только огненных ящериц. Это довольно сложно, но правильно это их трюк. Толкай. Давайте атаковать ветром и водой. Штормовые черепахи могли создавать ветер, а болотные свиньи – воду. Скальные волки использовали силу земли, поэтому они не получили большого урона, даже когда столкнулись с металлической стеной. Взрывчатое золото не было так уязвимо к воде и льду, как ледяное и соленое золото, но оно не могло похвастаться неуязвимостью против огня. Каждый враг достигал минимального ранга СС, так что, если бы они продолжали атаковать, им потребовался бы всего день, чтобы прорваться. Черт, мы тоже только что закончили стены. Как только мы уйдем, ты будешь следующим. Вот эти-то и есть настоящая проблема. Казалось, у них был хотя бы минимальный уровень рассуждений, так почему же они не могли понять такой простой факт? Коншенхек был искренне любопытен. Люди, иногда звери, полагаются на свои инстинкты, а не на разум. Они нетерпеливы и одержимы своими желаниями. И это. Большинство существ думают только о себе, даже когда на мир обрушивается катастрофа. Они часто думают, что станут исключением из правила. Вау. Такие вещи часто случались на земле, так что он не мог этого отрицать. Я должен сдаться. Это верно. Назидание им не может быть достигнуто. Коншенхек вскочил на стену, чтобы посмотреть на ситуацию теперь, когда он отказался от попыток убедить их. Тысячи врагов обрушивались на стены со всех сторон. К счастью, все они были заблокированы специальной способностью Ференист. Это впечатляет. Сейчас не время восхищаться ими Анвил. Квати подошел к нему и смирил орды вокруг них убийственным взглядом. Я признаю, что стены, которые ты сделал, потрясающие. Но как долго они продержатся? Это нормально, быть таким враждебным? Сейчас это уже нельзя изменить. Кроме того, бояться нечего. Вам нужно только суметь победить их должным образом. Если бы Йомины были в хорошей форме, было бы просто использовать эту стену, чтобы остановить их. Квати ответил, что есть причина, по которой они вообще не вторгались на территорию друг друга. В руке у нее было оранжевое пламя, но она не знала, с каким из них иметь дело. Хорошо, тогда давай сначала разбудим Шу. Он сбежал вниз по стене и обнаружил тело Шу, лежащее на полпути вниз. Ее грудь мягко поднималась и опускалась, сообщая ему, что она всего лишь спит. У вас есть какой-нибудь совет, администратор? Ты должен использовать свои лучшие навыки. О, правда? Тогда, прости, Шу, но поцелуй. Администратор всего лишь пошутил, но Каншин Хек был полон решимости сделать все правильно. Он приподнял ее голову и взял за руку. Участник, вы действительно уверены, что это ваша лучшая способность? СС, мне нужно сосредоточиться. Это была моя ошибка. То, что он имел в виду, было, конечно, его духовной силой. Каншин Хек осторожно позволил своей духовной силе течь через Шу. Изначально такое было бы невозможно, но поскольку она была ошеломлена, а у него было больше опыта в чтении чужих источников с помощью своей силы, это было на самом деле довольно легко по сравнению с работой с Мерангом. Однако казалось, что она была сильнее Меранг, но ее духовная защита была слабой. Ах, действительно, это так. Он понял некоторые механизмы, с помощью которых работали ее способности, когда докопался до ее корней. В обмен на немедленное получение результатов Шу отказывается от своего будущего. Другими словами, ее незрелое тело – это цена и наказание за ее способности. Возможно, это было не единственное наказание. Должно быть, было много вещей, от которых ей пришлось отказаться в обмен на них. Типичным примером может быть владение навыком, поскольку она пропустила процесс и получила бы штраф за то, что не изучила его должным образом. Возможно, именно поэтому ее доля в достройке стены была так мала. Это способность смотреть в будущее, но только в том случае, если вы можете мудро идти по натянутому канату между желанием и разумом. Итак, уважаемый участник, это действительно, наполовину игнорируя любопытного администратора, он глубже погрузился в источник Шу. В этот момент она, казалось, осознала его вторжение, но приняла его без какого-либо отказа. Дедушка, ты проснулся? Это все еще тяжело. Вмешательство в причинно-следственную связь вызывает напряжение в моем теле. Разве это не было решено с помощью готовой стены? Я не знаю, но не похоже, что это продлится вечно. Ну, это верно. Их нужно подавить, чтобы они не атаковали позже. Каждый раз, когда раздавался ее голос, ее ядро, сфера яркого света увеличивалась. Хорошо, я могу это сделать. Мне все еще трудно встать самому. Так заявил Шу. Я одолжу тебе кое-что из своих способностей. Хочешь попробовать ракетный удар? А, могу ли я это сделать? Это было бы невозможно с моим телом. Но я думаю, дедушка справится с этим. Он чувствовал, как ее сила течет через него. Ах, член, ты в порядке? Да. Когда он открыл глаза, Шу все еще спало. Наковальня, пожалуйста, помоги. Стены вибрируют. А, что это? Что-то великое появилось в небе. Глава 221. На первый взгляд он выглядел, как большая цилиндрическая колонна. Однако, если присмотреться к нему повнимательнее, за ним можно было разглядеть вертикально вытянутую ручку. В конце цилиндра было отверстие, в котором расцвело неконтролируемое количество тьмы. Ну, что это? Это магия? Это правда? Существа, живущие в этом мире, обладали высоким уровнем боевой мощи, но они были совершенно не осведомлены об артефактах и предметах, связанных с магией. Поэтому они могли только наблюдать в замешательстве. Тем временем Каншинхек чувствовал, что сила, которую он позаимствовал ушу, работает должным образом. Это действительно так? Это не просто делает пистолет огромным. В результате желания иметь средства атаковать их всех сразу, пистолет выбрал этот путь. Это было просто потому, что это могло напасть на всех. Тем не менее, результат был достигнут благодаря глубокому пониманию Каншинхеком способностей Шу через его духовную силу. В качестве бонуса у него также был большой опыт в расширении произведения искусства. Растущая сторона похожа, хотя механика отличается. Он очень хорошо знал, что гораздо проще воссоздать то, что было замечено раньше, чем делать все это с нуля. Оружие тоже подходит. Массивное оружие, парящее сейчас над ними, было пистолье Рибосом. Тирс 0 и Рибос ССС ранг. Специальные способности. Снабжение боеприпасами. Темная пуля. Вторжение. Защита. Вторжение. Заставляет врага ассимилироваться с тьмой, нанося урон с течением времени, вводя яд в саму тьму. Чрезвычайно снижает темное сопротивление противника и заманивает его в ловушку в тени. Когда боевые патроны заряжены, потребление энергии чрезвычайно снижается, но эффект способности уменьшается вдвое. Защита. Благословение глубокой тьмы обитает в оружии, чтобы защитить пользователя и усилить его способность справляться с тьмой. Дуло было направлено в землю, и появилась иллюзия золотого дракона, закручивающегося спиралью вокруг ствола. Когда он подтвердил, что все его способности проявляются, он вытянул указательный палец, чтобы выпустить пулю тьмы прямо в них. Ква-анг. Это было так, как если бы наступила ночь, когда тьма вторглась на землю, и все, кроме тех, кто был защищен стеной, были погребены в ней по пояс. Даже штормовые черепахи, парящие в небе, не могли уклониться от него. А, ах, это больно. Эта тьма держит меня. Яд, яд во тьме. Кахак. Это привело к более ужасному результату, чем ракетный удар, нанесенный Шу. Она использовала силу, которую не до конца понимала, чтобы добиться наилучших результатов, используя свои голые руки, чтобы свести к минимуму последствия своих способностей. Это был боевой метод, основанный на чистой интуиции, и, вероятно, именно поэтому она не проверила способности перчаток, которые Кан Шин Хек сделал для нее. Но я могу достичь почти совершенного понимания с помощью духовной силы. Вот почему в этом единственном случае он мог использовать способности Шу более мощным способом, чем у нее. Наковальня, что просто. Это еще не конец. Кан Шин Хек поднял огромный пистолет, который парил в небе, и разжал руки. Теперь пришло время использовать второй артефакт, который позаимствовал ее способности. Соединитель душ. Звание СС. Особые способности. Теневой шелк. Повелитель одухотворения. Рука гнома. Теневой шелк. Он излучает силу души в нить с физической силой. Это никогда не прекратится, пока не будет потеряна сила души. Позволяет перемещаться в тени. Артефакт, который двигался сквозь тьму и испускал нить души. Это был не очень высокий ранг среди артефактов, которые у него были сейчас, но ни один из них не был лучше для текущей ситуации. Ну, если бы был только один из них, я бы использовал жемчужину темного духа. Если бы был один могущественный враг, это было бы более эффективно. Однако теперь были относительно слабые враги, хотя они все еще были эсэсовцами, застрявшие во тьме. Шаэх. В результате соединитель душ выпустил тысячи нитей, даже не просто из кончиков его пальцев, а прямо из темноты вокруг стены. Они проникали в жизни на важные точки врагов, которые не могли вырваться из тьмы, наполняя их ядом души. Ки-я-я-я, а-а-а-а, спаси меня, спаси меня. Звуки криков резонировали во всех направлениях, но Каншин Хек проигнорировал это, сосредоточившись на управлении соединителем душ. Его глаза были закрыты, но он мог понять состояние врага более четко, чем мог бы только зрением. На самом деле, в тот момент, когда он протянул нити, он мог сказать, что убил врагов повсюду, но некоторые все еще сохранялись. Ты позаимствовал силу у чужаков. Мы должны были убить тебя сразу же. Йомин, предатели, они были лидерами этих сил. Удивительно, но они продолжали двигаться вперед, несмотря на то, что были ослаблены ядом души. Способность к проявлению не была полностью реализована. Тем не менее, это определенно рекорд, в одностороннем порядке заимствовать подобную способность. Нет, это была довольно усиленная атака, но я не смог их убить. Мне не хватает ни понимания, ни силы. Он сжал челюсти, манипулируя нитями. Было невозможно продолжать использовать способности Шу, но он все еще мог манипулировать проекциями, которые уже были сделаны. Так много, сначала тело массивного скального волка было обернуто сотнями нитей и сжато. Нити прокладывали себе путь внутри трещин в скале, разрывая его на части. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Яд души подействовал немного позже, ослабив его источник, когда его тело раскололось и камни разлетелись во все стороны. Скальные волки Кии. Следующей была голова штормовых черепах, которая пыталась сбежать, хотя более половины ее тела была погружена во тьму. Как мое тело? Их панцири были прочными, но ему не нужно было их разрезать. Ему просто нужно было вонзиться в нежную плоть, скрытую внутри, и впрыснуть в нее яд души. Кии. Нет, все умрут. Тем временем предводитель болотных свиней осознал свою неминуемую гибель, увидев, как умирают скальные волки и штормовые черепахи. Он попытался противостоять тьме, разбрызгивая воду вокруг своего тела, но прежде чем он смог убежать от нитей, что-то впилось в его туловище. Ка-а-а. Это была единственная выжившая огненная ящерица. Без колебаний он схватил голову болотной свиньи и съел ее целиком. Тьма не могла приблизиться к нему из-за пламени, которое он испускал. Цу. Коншенхек перестал контролировать нити и взобрался на стену, чтобы посмотреть сверху, почему это не закончится этим. Перед ним была огненная ящерица, которая испускала ядовитую искру, в отличие от того, что было замечено в предыдущих рейдах. Ку-ку-ку. Тот, кто пожрал болотную свинью, приблизился к другим трупам, испуская искры, чтобы отогнать тьму. Он пожрал трупы, которые находил, и по мере этого его сила росла. Обычно монстры увеличивали свою магию, опережая других монстров, но степень, в которой этот монстр рос, была странной. Возможно, Ермунгант наполнял его. Наковальня, я не думаю, что твоя способность работает на это. А. Квати задрожала и вскрикнула. Это было потому, что она видела, как тысячи нитей, которые двигались, как волны в темном море, опускались и теряли свою силу. Способности Шу достигли своего предела. Ну, не то, чтобы это помогло. Коншин Хек рассмеялся, наблюдая, как монстр пожирает труп за трупом. Это было несколько неподходящее время, но теперь, когда ему пришлось справиться с этим, используя свои собственные способности, он мог рассчитывать на большую награду. Я буду сотрудничать. В конце концов, огненная ящерица умеет обращаться с пламенем. По крайней мере, я могу уберечь тебя от боли. О, правда? Это все упростит. Когда я подам сигнал, ты можешь на секунду лишить его контроля. Конечно, он хотел сказать, что наконец-то нашел место, где Йомин мог бы играть активную роль, но удержался. Но ты в порядке? Мое пламя совсем не заденет его, а его энергия становится все сильнее. Это будет трудно, если у вас нет каких-то странных способностей, как вы показали ранее. Я бы не пришел, если бы не был готов. Коншин Хек быстро выпил духовное зелье. У меня все еще есть кое-что, что может мне помочь. Этого должно быть достаточно. Ву-у-ум. Он достал убийцу богов и вложил в него жемчужину темного духа. Из-за слияния с жемчужиной темного духа возможности богоубийцы временно расширились. Это стало званием СС. Сила и долговечность меча увеличиваются, а сила всех специальных способностей максимизируется. Теперь вы можете управлять специальной способностью темный дух. Специальная способность меч духа временно заблокирована. Священный меч и меч духа слились. Чтобы разблокировать особую способность меч хаоса. Меч хаоса. Контроль плоти и страж слились. Чтобы разблокировать специальную способность рассвет. Особые способности не могут быть выражены из-за отсутствия способностей. Принудительное проявление может привести к смерти. Конечно, рассвет все еще был недоступен. Он задавался вопросом, если бы он вышел за пределы возможностей смертных, его можно было бы использовать. Росту нет конца. Это как ребенок, ожидающий того момента, когда он станет взрослым. Независимо от того, сколько тебе лет, ты всегда будешь как ребенок. О, ты уже взрослая, извините. Только что это была месть. Но все было в порядке. Способность, которую он хотел использовать, была темный дух, а не рассвет. Способность, которая поглотит всю тьму и будет усилена ею. Иди. Ку-у-у-у-у. Коншинхек прыгнул к огненной ящерице, когда она издала рев. Его размер продолжал расти с каждым съеденным им трупом. 8 метров, 9, 10. Чем больше он становился, тем ярче становилось пламя, которое он испускал. Коншинхек вытянул свой меч вперед, втягивая море тьмы, созданное Эрибосом. Ку-у-у-у-у, наковальня, хвате, живо. Коншинхек совершил короткий прыжок в пространстве и изо всех сил ударил богоубийцу. Тьма сконцентрировалась на самом кончике меча и взорвалась. Глава 222 Даже сегодня вечером сеульское небо выглядело очень ярким. Все здания в торговом центре Чойн были освещены. Барклер находился в углу, который, казалось, изо всех сил избегал света общества. Но ее репутация, а также ее официант Ашин Энхека, была настолько высока, что сегодня он был полон. Привет. О, разве Энхек сегодня не здесь? Со звоном в дверь вошла женщина-сверхчеловек. Клэр, которая как раз готовила коктейль, подняла голову и прямо ответила. Нет. Не смотри на меня так страшно, Анни. Сверхчеловек. Лим Хаин поймал ее взгляд и ответил хихиканьем. Глаза Клэр только стали острие. Ты говоришь так, как будто можешь забрать его. Нет, это шутка. Но теперь мне так страшно, что я могу умереть. Что случилось с вами двумя? Было недопустимо задавать личные вопросы, но она была завсегдатаем, который мог бы получить отметку о безупречной посещаемости от бара. Поэтому она решила попробовать. Клэр поставила готовый коктейль перед посетителем, и новоприбывший занял освободившееся место, как только они отошли назад. В этом нет ничего плохого, так что давай и заказывай. Охота сегодня? Нет, я просто пришел выпить. Я хотела выпить французский поцелуй Анхек. Названия коктейлей были полны потенциальных сексуальных домогательств. Как бы она отреагировала, если бы узнала, что Шиненхек на самом деле был несовершеннолетним Кан Шинхеком. Клэр вздохнула и начала готовить свой напиток. Тебе запрещено разговаривать с Тойенхек. Эй, Анне, я просто шучу, что произошло на самом деле. У вас двоих не все хорошо? Все идет очень хорошо? Это не было ложью. Скорее, проблема заключалась в том, что все шло слишком хорошо. Ром, Малибу, сироп. Она налила все ингредиенты в чашку и смешала их. Лим Хаен взяла темно-розовый коктейль и огляделась вокруг, прежде чем понизить голос. Я думал, Анхек больше подходит тебе, чем императрица. Конечно, он мой. Не говорил Леуне. Я не хочу умирать раньше времени. О, это восхитительно. Скандал вокруг любовного треугольника между Шиненхек. Клэр Юной полностью затвердел и теперь был необратим. Частые посетители бара часто видели эту троицу вместе и замечали тонкую атмосферу между ними. И хотя большинство клиентов знали о подавляющем преимуществе алхимика, все молчали, так как боялись императрицы. Ты даже заставляешь свою любовь выглядеть гламурно. Это снова Лим Хаен потягивала свой напиток, болтая с Клэр. Сегодня атмосфера вокруг нее была странной, поэтому она хотела поговорить. Сначала я думал, что это что-то вроде того, что показывают по телевизору, но это треугольник лучших друзей. Это не так уже. Нет, не бери в голову. Клэр быстро отступила после того, как чуть не допустила огромную ошибку, но ее противник тоже был сверхчеловеком. Ее глаза заострились на реакции Клэр. Уже? Что было после этого? Возможно, Сонхек, мне тебя выгнать? О, нет. Мне очень жаль. Лим Хаен срочно извинилась, когда Клэр собиралась активировать защитный артефакт, установленный в баре. Клэр отправила в рот желе, которое приготовила в качестве закуски. Это было желе в форме медведя, маринованное в водке, с кисло-сладким вкусом. Так, так, слушай спокойно, пока ешь. Да. Клэр заметила других гостей, сидящих за стойкой, прежде чем заговорила. Они спокойно осушили свои бокалы, оплатились, чета исчезли. Она испустила вздох. Ты когда-нибудь встречалась с кем-нибудь моложе? Ты начинаешь хвастаться своим парнем прямо сейчас? Я серьезно. Она бросила еще одно желе в рот Лим Хаен. Она старательно проживала его, затем кивнула. Молодой парень, ты знаешь, я предпочитаю мужчин, которые моложе меня. Если мой парень молод, я думаю, что должна быть более агрессивной, потому что я старше. Насколько мило? Я выбрала не того человека, чтобы спросить. Лим Хаен быстро схватила Клэр, когда она начала отворачиваться. Ах, нет, нет. Мне знакомо это чувство. Я на мгновение задумалась о своем собственном опыте общения со сверхчеловеческим парнем, когда я еще училась в школе. Клэр удалось не вздрогнуть при упоминании о сверхчеловеческом школьном ученике. Я немного волновался, потому что я была минором. Студенческая часть немного плоха. Как мне это сказать? Честно говоря, разве ты не взрослая? Если тебе 18, это немного облегчило сердце Клэр. Но Кан Шен Хеку все еще было 17. Ну, стандарты взрослых были разными в каждую эпоху. Я думаю, что это немного, в любом случае. Так в чем же проблема? Клэр заколебалась и огляделась, открыв рот только тогда, когда убедилась, что ее никто не слушает. Это. Я чувствую, что не могу контролировать себя, когда мы вместе в эти дни. Я хочу относиться к себе как к взрослому, неторопливо, но когда я просыпаюсь. О, ты гордишься своим парнем. Выражение лица Лим Хайен быстро изменилось. Теперь ей пришлось выслушивать о своей гордости за своего парня, который занял четвертое место на международном уровне. Разве это не само по себе уверенность? Хотел бы я быть в таком хорошем настроении? Лим Хайен ответила небрежно, а затем понизила голос так, чтобы только Клэр могла слышать. Кстати, Энхекис, ты так думаешь? Клэр пыталась притвориться спокойной снаружи, но внутри она кричала. Этого не может быть. И все же, если ты так говоришь, он должно быть моложе, чем я думал. Он, конечно, моложе нас, Хайен. Итак, как там Энхек? Он болен? Ай, на этот раз одно из медвежьих желе попало ей в голову. Клэр протянула ей лонгайлинский чай со льдом, так как ей было больно. Для адвоката. Ну, а вам эта консультация принесла пользу? На душе становится немного легче. Я думаю, тебе очень нравится Энхек. Да. Клэр вздохнула. Он мне так нравится, что я думаю, что я дура. Вот почему это становилось все труднее и труднее. Она что-то тихо пробормотала, когда Шин Юна вошла в бар. Вы подчинили себе тех, кто вредит порядку вещей. Бонус в зависимости от уровня членства. Вы получили 66 000 000 ЛС. В качестве вид бонуса вы получили дополнительное количество ХП, эквивалентное 50% от вознаграждения. В общей сложности 99 000 000 ХП. Ловкость выросла до ранга СС. Ты приобрел сердце заблуждения. Вы приобрели рога хищника. О хищнике. Предсказание Коншин Хека оказалось верным. Благодаря тому, что способности Шу исчезли, он получил достойную награду за победу над огненной ящерицей. Теперь даже моя ловкость достигла ранга СС. Все характеристики достигли ранга СС, и даже Золотой Дракон был на уровне СС, так что не будет преувеличением сказать, что он достиг статуса, достойного четвертого места в мире. Не прошло и года с тех пор, как он приобрел меч Богоубийца и вошел во вселенную героев, но ему уже удалось приобрести так много. Оглядываясь назад, можно сказать, что пространственный квест был действительно полезен. Если бы не это, он не смог бы надежно охотиться на этих нелепых монстров. Он приземлился на землю с улыбкой, не в силах сдержать растущее удовлетворение. Поскольку живых врагов не осталось, все, что ему нужно было сделать сейчас, это вернуть тела монстров. Дедушка, о, Шу, ты уже проснулся, благодаря тебе. Когда он собирал трупы монстров, Шу подошел к нему. Он ненадолго забеспокоился, но она, казалось, была в хорошей форме. Небольшая награда досталась и мне, так как ты использовал мои способности, чтобы убрать этих парней. Это работает так. Но я был удивлен. Как тебе удалось так идеально использовать мои способности? Это благодаря духовной силе. Мне тебя учить? Да, это было бы так. Она засмеялась и повисла на его талии. Тем не менее, это было приятно. Трудно найти кого-то, кто так понимает наших людей. Что ж, я с самого начала верил, что дедушка сможет. Не говори никому об этом. Мы можем сделать это еще раз. Да, это звучит немного странно, так что остановись. Это прозвучало несколько незаконно, когда она это сказала. Они вдвоем закончили уборку поля боя и направились к стене, где находился Квати. Когда они проснутся, я переложил бремя, насколько это было возможно. Так что, вероятно, по крайней мере, на три дня ты сделал очень плохую вещь. Я пытался помочь, так что все в порядке. Скорее всего, они, вероятно, поблагодарили бы ее, когда увидели, что стены были закончены. Наковальня. О, Квати. Квати подошел к ним после того, как аккуратно уложил Йомина на землю. Я действительно не знаю, что бы я сделал сам. Судя по количеству хп, которые он приобрел, это было определенно хорошо, что Каншин Хек смог справиться с этим. Конечно, это стало возможным благодаря темной пули, выпущенной с помощью магии Шу. Квати, ты тоже молодец. Ты хорошо рассчитал время. Это было всего на мгновение, но Квати определенно погасило пламя огненной ящерицы. Если бы она этого не сделала, меч не смог бы продемонстрировать свои способности, потому что мы не могли оставаться обузой до конца. Я рад, что это помогло. Другие были не так хороши. Проблема заключалась в том, что все они обладали одинаковыми способностями. Это то, что сделало ящеров плохими противниками для них. Если у меня будет такая возможность, я обязательно отплачу вам тем же. Разве теперь все не кончено? Я построил стену, так что в следующий раз ты сам ее остановишь. Не так ли, дедушка? Это так. Когда Каншин Хек небрежно подтвердил Шу, лицо Квати на мгновение потемнело. Каншин Хек заметил это и улыбнулся. Но поскольку я построил стены, я сделаю кое-какое оружие, прежде чем уйду. Наковальня. Чрезмерно взволнованная Квати обняла его. Камень защищал ее грудь, причиняя ему небольшую боль. О, не цепляйся, это больно. Прости, прости. Новая лиса появляется везде, куда бы ты ни пошел. Администратор тоже считает этого лисом. Дедушка. Дедушка Наковальня. Внезапно Шу позвал его по имени. Перед этим сначала поговори со мной. Что это, это важно, немного застенчиво сказала Шу. Если это дедушка, ты мог бы сделать меня взрослым. Неправильный подход. Администратор. Это сообщение об ошибке. Неправильный подход. Неправильный подход. Скорее, не был ли неправильным подход администратора? Глава 223. После внезапного завершения квеста и едва успокоив администратора, который хотел вернуть его на землю, Коншин Хек сел лицом к лицу с Шу в тихом месте внутри бассейна. Мне нравится тот, что запечен в печи. Съешь кучу. Дедушка. Это восхитительно. Они ели ноги хищника, огненной ящерицы. Это было действительно вкусно, но эффект после его употребления был похож на эффект отжаренного на гриле огненного ящера. Навык сопротивления огню теперь равен СС. Мастерство владения навыком достигло того же уровня, что и редкость. Навык больше не может расти, но есть вероятность, что он может развиться из-за особых обстоятельств. Сопротивление огню увеличено на 80%, пока мясо не переварится. Однако степень бафа была на удивление разной. Теперь его навык сопротивления огню достиг предела и теперь был улучшен на 80%. Разве это не было на том уровне, где это могло определить, как прошла битва. Я должен кое-что сохранить. Ахахаха. Просто ешь больше, ешь больше. Ты и так много съел. Коншинхек аккуратно разложил собранное им мясо. Если бы эффект был таким же, когда из него делали вяленое мясо, оно оказалось бы популярным на торговой площадке. И что, что вы имеете в виду, говоря о том, чтобы стать взрослым? Ты имеешь в виду заставить свое тело расти, верно? Коншинхек наелся досыто, поэтому решил перейти к делу. Шуу прямо поправила свою позу. Верно. Мой рост замедляется в обмен на использование моих навыков. Немного? Не спрашивай мой возраст. Правда. Она ударила Коншинхека по плечу. Ее ладонь, вылетевшая вперед, могла бы сломать несколько костей, если бы он не использовал золотого истребителя драконов для защиты. В прошлом это была самая простая цена, которую я мог заплатить, так что мне было все равно. Но теперь ты хочешь повзрослеть. Да. Шу сказал это со смущенным выражением лица. Я тоже хочу любить и иметь детей. Неправильный подход. Она не имеет в виду со мной, так что успокойся. Любовь администратора Конвилл все еще существует. Удивительно видеть это самому. Шу тихо прошептала, глядя на происходящее перед ней ситком. Но я еще не нашел свою любовь, так что будьте уверены, администратор. Момент, когда супер-ультрагалактический кулак, который, наконец, обнаруживает возможность роста благодаря преданности и усилиям этого участника, наконец-то влюбляется в него. У тебя богатое воображение. Было страшно, что это часто приводило к таким сценам между Коншенхеком и другими участниками. Я познакомлю тебя с хорошим членом клуба. Как насчет мастерицы с того света, Лести, которая благословляет рождение всего живого. Я не могу этого сделать. У них нет сил изменить будущее, которое было отложено. Это был мир, из которого пришел ускоритель вылупления, если он правильно помнил. Коншенхек почесал в затылке и вздохнул. У меня тоже нет такой способности. Но ты хорошо знаешь мои способности. Разве это не было бы возможно для вас каким-то образом? Коншенхек был всего лишь кузнецом, который делал вещи из металла. Конечно, он также был хорош в Саулцрафт, но вероятность создания чего-то, что могло бы решить проблему Шу, была невероятно низкой. Во-первых, у нее не было больших ожиданий. У нее просто появилась некоторая надежда, когда она увидела его духовную силу. Мне жаль, но я не могу дать вам определенного ответа. Но я постараюсь разобраться в этом. Хорошо, тогда давай попробуем еще раз. Шу потянулась к нему. Было бы нормально, если бы кто-то отказался от тщательного изучения своего источника, но ей это нравилось, потому что казалось, что он ее понимает. Если мой дедушка понимает меня лучше, это означает, что у тебя больше шансов сделать меня взрослым, верно? Да. Но это может быть невыносимо для нас обоих, так что только один раз прощай. Да, потому что предполагается, что вы также должны делать из них оружие. Взгляд Шу обратился к Квате, которая наблюдала за ними издалека. Должно быть, она ждала, чтобы спросить, когда он собирается выковать их оружие. Да, поэтому, пока я работаю, ты тоже сосредоточься на других вещах. Что-нибудь еще? Хорошо. Коншин Хек улыбнулся. Похоже, они будут сражаться со штормовыми черепахами, скальными волками и болотными свиньями. Почему бы тебе не помочь мне немного? Они убили лидеров каждой из этих рас сразу, но это не решило конфликт. Скорее, это был сигнал к началу войны. Было очевидно, что все другие расы в мире теперь придут за Йоминами, но было глупо ждать, пока они нападут, даже если это имело мало общего с их пространственными поисками. Это авар. Война все равно началась, так что давайте воспользуемся этим. Мне это не нравится, потому что я буду работать на Йомина бесплатно. Да, это будет способ спасти всех. Шу некоторое время размышляла над его словами, прежде чем кивнуть с горькой улыбкой. Она знала, почему ранее произошло столкновение между расами. Если оставить все как есть, другие расы будут уничтожены Ермунгандом или поглощены их рядами, даже если Йомины будут в порядке. Но если бы они были разбиты и собраны вместе, было бы нетрудно сразиться с Ермунгандом. Тогда я выйду и немного подерусь. А пока ты будешь этим заниматься, воздержитесь от причинения каких-либо недоразумений. Я понятия не имею, что ты имеешь в виду. Я вернусь. Шура смеялась и отвернулась. В этот момент он почему-то почувствовал, как на его щеке осталась какая-то мягкая текстура. Это была ее способность пропустить процесс и оставить только результат. Если опустить процесс с поцелуя, то в результате осталась сладкая теплота. Неправильный подход. О, да, да, это так. У меня тоже есть девушка. Неправильный подход. Администратор, успокойтесь. Хорошо, хорошо. Я не щенок. Бонус в размере 1 000 000 хп. Но тогда почему существует премия? Коншин Хек рассмеялся в ответ. Шу чувствовала себя гораздо больше внучкой, чем когда-либо чувствовала Шин Юна. На самом деле, было странно думать о том, сколько ей может быть лет, несмотря на ее детский характер и внешность. Может быть это плохо? Он не знал обо всех ее способностях или наказаниях. Он задавался вопросом, может ли обращение с ней как с младшей сестрой причинить ей боль. После того, как Шу оставил его с некоторыми сложными мыслями, Квати подошел к нему. Куда делась Шу? Она пошла, чтобы избавиться от парней, которые напали на Йомина. Ах, это то, что мы должны сделать. Ты пришел только для того, чтобы спасти нас от огненных ящериц. Но ты взвалил на нас такое бремя. Мне действительно жаль. Это наша вина, что Йоминам придется иметь с ними дело. Кроме того, если бы это было задание остановить Ермунганда, они потерпели бы неудачу, не предприняв таких шагов. Я буду делать осадные орудия, личное оружие и доспехи. Сотрудничайте со мной. Конечно, побалуйте себя. Квати посмотрела на него с большим уважением после того, как увидела, как он сразил огненную ящерицу одним ударом меча. Теперь она была похожа на его помощницу. Ее огненные волосы развивались, когда она шла рядом с ним. Это пламя, которое не собирается скрывать, что она Лиса, действительно вызывает отвращение. Только потому, что ты дал мне бонус в 1 миллион хп, это не значит, что ты можешь продолжать так говорить. После регистрации в качестве участника такой разговор будет невозможен, поэтому я должен сделать это сейчас. А, действительно, я так и думал, что это может быть так. События того, что произошло в Киране, прошли через его разум, когда Мелия стала членом вселенной героев. Существовала высокая вероятность того, что Квати, их лидер, присоединится к вселенной героев. Сколько осталось, ты ни о чем не просил, но было совершенно удивительно, что она заставила пламя исчезнуть. Это был монстр, который достиг нынешнего предела. Действительно. Тем более, что печь ее понимания пламени возрастет. Вскоре она сможет войти во вселенную героев. Это хорошо. У администратора, похоже, была другая идея, но он больше не отправлял сообщений. Анвел, я должен сказать тебе одну вещь, прежде чем приступлю к работе. А, пока Кан Шенхек думал о том, что он должен сделать, Квати решительно посмотрел на него. Я не сказал вам, почему ящеры нацелились на Усиита. Это из-за Ермунганда. И они любят огонь? Вероятно. Но они не целились в наш огонь. Для них есть отдельное пламя. В вулкане? Да. Он знал, что этот вулкан особое место. В противном случае здесь не родился бы металл ранга СС. Но о чем ты говоришь? Ты можешь мне показать? Я не собираюсь останавливаться на показе этого. Для Шуэта ничего не значит. Но я подумал, что для тебя будет нормально смириться с этим. Какого черта она имела в виду, говоря это так высокопарно? У тебя есть какие-нибудь планы стать Айамин? Э, нет. Возможно ли это? Извините. Я ожидал именно этого. Тогда я дам тебе еще один. Квати протянула руку к горнилу нефрита. Смотри внимательно. Это причина нашего существования. И почему мы не можем покинуть раковину? Вулканический дух. В тот момент, когда Квати успокоился, вулкан начал извергаться. Глава 224. Кан Шенхек думал, что все его тело будет охвачено пламенем. Однако лава, извергавшаяся из центра вулкана, была направлена вниз только на печь. Это было похоже на крещение лавой. Он извергался снизу и дождем падал сверху, чтобы впитаться в печь. Это, чего хотели огненные ящерицы, так это забрать дух этого вулкана и возродиться как высшая раса. Я понимаю, возможно, приняв этот дух, Кан Шенхек тоже мог бы стать Йомином. Обдумав их внешний вид на мгновение, он покачал головой. Но это не означало, что он не будет знать о том, что происходит. Он опустился на колени и положил руки на дрожащую землю, позволяя своей духовной силе проникнуть в извергающийся вулкан, чтобы выяснить, что это за вулканический дух. И в одно мгновение он быстро отдернул руки назад, почувствовав, как его духовная сила всасывается внутрь. «Это почти забрало меня, ты затронул слишком глубоко». Администратор был прав. Вулканический дух был волей неясного пламени, и Квати обладала такой способностью, что вулканический дух двигался в некотором роде в соответствии с ее волей. С этим она утвердилась в качестве главы Йомина. Кан Шенхек преуспел в общении с вулканическим духом на более глубоком уровне, чем она, используя свою духовную силу. «Но, в одно мгновение это чуть не унесло меня прочь. Это ужасающая энергия. Это был его просчет, что он думал, что сможет узнать больше о том, как бороться с пламенем, если поймет это. Это было похоже на то, что он пытался сдаться Кан Шенхеку, чтобы сделать его новым богом йоминов, чтобы он должен был защищать этот мир. Что?» Квати склонила голову на бок. Она попыталась успокоить вулканический дух, но кратер только расширился. Печь, поглотив лаву, внезапно провалилась в нее. Что? Квати посмотрела на Кан Шенхека. Она сделала это, намереваясь вознаградить его, но она не ожидала, что вулканический дух возжелает печи и заберет ее. Квати присел на корточки и посмотрел на него снизу вверх, но Кан Шенхек казался очень спокойным, по крайней мере, внешне. Наковальня эта, да, вулканический дух принес жаровню в жертву, так что я дам тебе кое-что получше. Что это? Я помогу тебе создать новую, так что, пожалуйста, не злись и успокойся. Именно тогда печь снова вышла из кратера. Он был более массивным и значительно больше, с золотыми линиями, геометрически пересекающими темную поверхность. А, да действительно, Хэм, неужели вулканический дух, который соприкоснулся с Кан Шенхеком и обрел жизненную силу, вместо этого забрал печь? Нет, скорее, казалось, что он отдавал что-то взамен духовной силы, которую дал ему Кан Шенхек. Жаровня нефрита не поддается измерению. Печь, которая может выдержать все тепло в мире, он может содержать пламя мифа и может создавать новые мифы. С благословения вулкана, который горит вечно, можно создать нефрит сам по себе. Производительность была усилена изысканным балансом четырех сокровищ, и сокровища, которые зависят от духовной силы и черт мастера, вполне вероятно, что другие не смогут справиться с ним должным образом. Скорость производства в три раза выше из-за особенностей печи. Это когда он был впервые создан, у него не было способности создавать или усиливать пламя. Теперь, однако, это может создать особое пламя, называемое нефритом. Если бы его эмоциональный навык был лучше, он бы точно знал, что это такое, но как бы то ни было, артефакт нельзя было измерить. Однако он мог бы получить приблизительное представление об этом, используя свою духовную силу. Это нефрит, однако Квате, не имея возможности проверить информацию сама, казалась шокированной, когда услышала объяснение от Каншинхека. Я пытался сделать печь способной создавать свое собственное пламя. Я думал, что это будет успешным, но теперь это может вызвать нефрит, который был передан через наши мифы. Пожалуйста, объясни это Элисе, что это потому, что ты нравишься вулкану больше, чем Йомин. Нет, Каншинхек успокоил Квате и спросил ее, действительно ли он может создать искру Бога. К счастью, сейчас рядом была только она, так как другие могли бы попытаться обслужить его вместо этого. Если бы увидели это, ты никогда не видел этого своими глазами? Это верно, так что не слишком волнуйся. Вероятно, это пламя, подходящее для создания нового оружия, просто немного отличающееся от вашей энергии. Конечно, но, Каншинхек отвернулся от нее и начал проверять печь. В частности, он проверил четвертый шар, который внезапно появился. Он сиял красным и желтым, яркий, как солнце. Сфера нефрита не поддается измерению. Изменяющееся жертвоприношение, мертвое жертвоприношение не поддается измерению. Сфера, которая содержит искру творения и искру смерти. Как маленькое солнце, оно производит бесконечное тепло. Его производственный потенциал находится далеко за пределами человеческого понимания. Как и ожидалось, причиной является этот шар. Нет, скорее, нефрит был возможен только при наличии всех четырех шаров вместе. И все же это было великое сокровище. Из-за его усилий в этом пространственном квесте и признания Квати, это и модернизированная печь были его наградой. Теперь мне придется научиться ими пользоваться. Кан Шин Хек улыбнулся, прежде чем снова повернуться к Квати. Пожалуйста, помогите мне с работой. Я заставлю ваше оружие вернуться. Вам нужно снова сделать рамку? Нет, я хочу поэкспериментировать. Эксперимент? Да. С помощью этого пламени он мог бы изменить форму взрывчатого золота. Он решил начать с изготовления слитков из взрывчатого золота. Это был большой успех. В результате получилось нечто большее, чем взрывчатое золото, которое можно было переработать только с помощью нефрита. Кан Шин Хек нагрел взрывчатое золото в печи и ударил по нему своим молотком. На протяжении всей работы его глаза сияли золотом, когда он усиливал как пламя, так и металл. Невероятно, что ты хотел приготовить, если возможно, хлыст. Нет, все в порядке, если это слишком сложно. Хлыст, сделанный из твердого взрывчатого золота, Кан Шин Хек некоторое время недоверчиво смотрел на квоте, прежде чем придумать хороший способ сделать это. Разве это не было бы возможно с мечом-хлыстом? Это было оружие, изготовленное путем соединения частей лезвий мечей проволокой, и из него можно было сделать длинный меч, туго натянув проволоку и закрепив ее. Это было очень сложное оружие в обращении. Даже как артефакт, его нельзя было продать за большую цену, поскольку никто не хотел его покупать. Хорошо, давайте сделаем это. Правда? По крайней мере, это стоило того, чтобы принять вызов. Кан Шин Хек сначала сконструировал длинный меч, а затем разделил взрывчатое золото, чтобы создать части лезвия, а затем проволоку, чтобы соединить их вместе. Затем ему нужно было сконструировать устройство, которое могло бы тянуть или растягивать провод. Это проще, чем я думал. Получил ли он какое-то новое представление о металлургии в процессе изготовления печи и бесчисленных кирпичей? Снежный меч пламени ССС был создан благодаря гармонии духовной силы и пламени мета. Навык металлургии повышен до СС-ранга. Сопротивление огню ССС вызывает эволюцию, что он примерно ожидал половины этого сообщения, но остальное было совершенно неожиданным. Администратор это, разве я не говорил тебе, что лучше воздержаться от покупки камня мастерства владения огнем? Ах, ах, если да, то может ли он научиться владению огнем, обучаясь металлургии? Сопротивление огню было способностью, которую он приобрел таким образом, но разве это не отличалось от его использования? Кроме того, было ли у Анвела что-нибудь подобное? Вы изучили навык владения огнем ССС. Унаследовав навык сопротивления огню, навык владения огнем становится рангом. Мастерство владения светом ССС изменилось под влиянием мастерства владения огнем. Редкость навыка увеличилась до ССС-ранга. Мастерство ветра ССС изменилось под влиянием мастерства огня. Редкость навыка увеличилась до ранга ССС. Сколько навыков ранга ССС он только что приобрел? Я чувствую головокружение. У этого администратора есть хорошие новости. Что это? По другую сторону пламени есть тень. Только теперь камень умения для темного мастерства А составляет 700 миллионов лошадиных сил. Нет это все. Ответ Каншинхека последовал незамедлительно. Глава 225. Администратор продолжал пытаться убедить Каншинхека. Это очень редкая распродажа. Если мне это понадобится, я подожду более высокого ранга. Каншинхек заработал много хапы только от продажи своего оружия на торговой доске, но 700 миллионов хапы не были таким уж большим обязательством. Тем не менее, Эребос хорошо справлялся и без такого понятия, как темное мастерство и, прежде всего, он еще не овладел навыком владения светом, поэтому он думал, что нет необходимости быть жадным. Хотя, благодаря мастерству огня, границы мастерства света и мастерства ветра расширились. На данный момент ему нужно было заняться изучением гармонии между огнем, светом и ветром. Больше всего, если бы ему удалось объединить тьму и огонь во что-то вроде темного пламени, Каншинхек не смог бы контролировать себя. Не это член клуба. Когда вы научитесь владению тьмой, самым сильным будет сочетание света и тьмы. Тогда, особенно сейчас, этого не может быть вау. В то время как Каншинхек продолжал отказываться, Квати восхищался мечом, который он сделал. Это не заняло так много времени, но вы изменили природу взрывчатого золота. Это пламя, нет, тогда наковальня, это. Казалось, она глубоко задумалась. Каншинхек решил отойти от нее и сосредоточиться на изготовлении большего количества слитков. Примерно в это же время Шу ретурнит. Я вернулся, дедушка. Нет, ты только что сделал такое сокровище. Шу появился прямо перед ним, не пересекая 50-метровую стену, и смотрел на меч в руках Квати. Тебе потребовалось так много времени, чтобы приготовить что-нибудь для меня. Ты сделал его для нее всего за несколько часов. Существует огромная разница в оценке по сравнению с тем, что я сделал для вас. Я знаю это, но ты получил цену. Квати попросил вулканического духа модернизировать печь. Я тоже получил удовольствие. Вау, в него встроен еще один удивительный шар. Шу с блеском в глазах осмотрела новый шар, застрявший в печи. Она не верила в систему Геи, но ее способность измерять характеристики артефакта только с помощью своих чувств, казалось, была на высоком уровне. Похоже, это то же самое, что взять часть вулкана. Это не просто ее усилия. Разве это не потому, что ты нравишься вулкану? Кан Шин Хек неловко улыбнулся. Ты должен отдавать столько, сколько можешь. С таким оружием хорошо. На самом деле, я взял все, что мог. Он подозревал это, но ему стало ясно, что Шу привел Кан Шин Хека в этот мир от имени вулканического духа, а не Йомина. Если бы он мог сдерживать беспрецедентное количество тепла, исходящего от вулкана, его металлургия значительно улучшилась бы в будущем. Задание еще не завершено, не так ли? Да, мы действительно спасли их, но на самом деле что-то вроде этой огненной ящерицы было слишком слабым, чтобы быть боссом всего этого. Так вот почему дедушке было легко его поймать, или так казалось, думал Шу с мрачной улыбкой. Дело не в том, что вы слабы, но те, кто нацелен на такой мир имеют огромный масштаб, так что, я все еще слаб, так что нет необходимости так меня прикрывать. А как насчет других рас, я определенно растоптал их. Как только мы закончим задание, они больше не будут буйствовать. Кроме того, ты уже убил их лидеров. Благодаря этому все были в замешательстве и не могли напасть на Тхиамина. Тогда больше не будет конфликтов. Огненным ящерицам трудно передвигаться, так что у нас будет достаточно времени. Глаза Шу уже сияли, и Каншин Хек знал, что она хотела сказать. Итак, давайте начнем. Это игра для взрослых. Эта аббревиатура делает слушателей очень неудобными. Администратор все еще ворчал, но больше не пытался вмешиваться. Как я уже сказал, это, вероятно, не поможет. Нет, все в порядке, потому что это уже полезно. Шу протянула ему руку с сияющей улыбкой, и Каншин Хек взял ее за руку. С тех пор прошло два дня. Тем временем Каншин Хек установил на стенах десятки баллист, вооруженных гигантскими болтами, все из взрывчатого золота. Поскольку он производил их массово, они не были высококачественными артефактами, но в тот момент, когда они были установлены на стене, этот факт изменился. Удивительно, но особые способности стены были частично применены к баллистам, усилив их прочность и силу атаки. Они удивительно маневрены. Квати сама выстрелила из одной из баллист и сказала это с таким выражением лица, как будто хотела обнять его. Особенно удивительно, что наша сила атаки усилилась, как это возможно, это из-за особой способности стены. Похоже, это работает, потому что сделано из того же материала, чтобы поделиться особыми возможностями. Возможно, в этом тоже была сила нефрита. Во всяком случае, было ясно, что эта печь может изменить этот мир. Дедушка, как ты? Шура стянулся рядом с этими двумя. Как ты думаешь, дедушка, я немного вырос? Нет, ты точно такой же. Это странно. Каждый раз, когда я вступаю с тобой в контакт, я чувствую, что мой источник становится все больше. Кан Шин Хек был занят изготовлением оружия и использовал свое свободное время, чтобы связаться с источником Шу. Однако он все еще не мог полностью осознать способности и ограничения ее расы. Однако, казалось, что Шу чувствовала, что она растет. Каждый раз, когда они проходили через это, она выглядела посвежевшей после этого. Разве это не сложнее? Если источник растет, потому что ты ребенок. Что? Ребенок? Огненный шар? Ты мертв? Продолжал думать Кан Шин Хек, наблюдая за жалким зрелищем избиения Кватишу. Разве не было бы неплохо, если бы вместо этого было что-нибудь, чтобы снять побочные эффекты? О чем ты говоришь, член клуба? О, это просто глупая идея. Стена делится своими способностями с низкоуровневыми артефактами из того же материала. Вот так в голову пришли две идеи. Либо создать оружие, которое можно было бы активировать вместо способности Шу и получать штрафы, либо амулет, который мог бы это сделать. В любом случае, кузнец не сможет этого сделать. Это что-то новенькое. Я подумал, что это может быть с тех пор, как Шу попросил меня. Первое действительно казалось невозможным, поскольку он не до конца понимал структуру способностей Шу. Был явный штраф, который повлиял на ее тело. Если так, стена могла бы поделиться своими способностями с баллистой, сделанной из того же материала. Если да, то если бы он мог использовать часть тела Шу, то перенес бы на нее наказание. Ну, я даже не могу себе этого представить, но, возможно, это стоило того, чтобы бросить вызов. Сначала Каншин Хек использовал свою духовную силу, чтобы интенсивно исследовать стену и баллисту. Они были сделаны им самим, так что ему было нетрудно понять их источник. В результате он подтвердил действие печи, но механизм обмена особыми способностями не казался невозможным для воспроизведения. Конечно, я понимаю, нравится это. Хэм, что? Ничего особенного. Итак, вы начнете работать прямо сейчас? Нет, до этого мне нужна часть тела Шу. Это звучало очень страшно. Итак, дай мне свои волосы. Э, дедушка, вы знаете, я могу растягивать свои волосы так сильно, как только могу, но каждый раз, когда я это делаю, время, которое я провожу в детстве, увеличивается. Да, она права, Кухак. Так, возможно, эти ребята все-таки были близки. Глаза Коншенхека сузились, когда волосы Шу стали достаточно длинными, чтобы касаться земли. Шу собрала его, схватила и отрезала своей рукой. Этого достаточно? Конечно, достаточно попробовать, предоставь это мне. Если это не сработает, я попрошу вас взять на себя ответственность. Неправильный подход. Однако он не мог сразу приступить к работе. Примерно в этот момент другие йомины, наконец, открыли глаза, и ему тоже пришлось превратить их в оружие. Выбирай между луками и копиями. Но у меня есть такое замечательное оружие. Если они захотят, они могут победить тебя и стать новым боссом. Он не мог позволить себе изготавливать каждый из них на заказ. Он уже был готов к массовому производству луков и копий, поэтому йомины были вынуждены выбрать одно из двух. Можем ли мы создавать оружие, использующее имеющуюся у нас фотобазу? Правильно. Там может быть больше врагов, кроме ящериц. Я уже приготовил это. То, что Каншин Хек раздал, было стрелой, сделанной для баллисты. Это можно было бы усилить с помощью их энергии. У меня будет на готове много наконечников для стрел. То же самое относится и к спирсу. То, чего мы хотели, было не совсем этим. Для чего-либо большего, чем это, потребуется официальный запрос через вселенную героев. Высота бассейна становилась все ниже и ниже по мере того, как осуществлялось массовое производство. Квати и другие йомины были заняты тем, что выносили грунт с одной горы, чтобы пополнить резервуар. Вау, ты можешь приготовить еще. Его нужно смешать с существующей почвой и оставить на некоторое время. Терпение очень важно. Тем временем огненные ящерицы атаковали еще несколько раз. Кан Шин Хек намеренно попросил Шу отдохнуть, чтобы они могли посмотреть, как Йомин расправится с ними. Хотя они были несколько неуклюжи, им удавалось каждый раз отбиваться от них. Затем, наконец, амулет для Шу был завершен. Глава 226. Браслет судьбы. Ранг ССС. Специальные способности. Блок судьбы. Уклонение от судьбы. Блок судьбы. Он получает судьбу владельца от его имени. В свою очередь, его долговечность быстро расходуется. Уклонение от судьбы. Позволяет владельцу избежать негативной судьбы, которая должна наступить с крайне низкой вероятностью. За каждое успешное уклонение владелец получает постоянно увеличивающуюся удачу. Браслет, сделанный из волос расы, называемый Гномий Мудрец. Он был разработан гениальным спиритуалистом, чтобы вместо этого использовать побочные эффекты своих способностей. Это не поддающийся имитации артефакт. Только владелец волос может увидеть эффект. Вау, это воскликнуло Шу, увидев браслет, сделанный из ее искусно сплетенных волос. Он обладал удивительно красивым внешним видом, как будто был соткан из тончайшей нити. Он периодически излучал золотой свет, поскольку был наполнен большим количеством энергии от его черты. Дедушка, это первый раз, когда я получаю такой подарок. О чем ты говоришь? Ты просил меня об этом? Хороший ответ, член клуба. Дополнительный балл, бонус 300 000 лез. Он ответил легкой улыбкой на слова Шу, и по какой-то причине администратору, казалось это понравилось. Ему было интересно, на чем основана оценка, когда Шу вместе со смайлом покачала головой. Я никогда не думал, что это будет так красиво. Итак, это подарок, который я даже представить себе не мог. По крайней мере, я так думаю. Ну, не важно. Хотя он немало потрудился, чтобы придумать его, весь материал был предоставлен Шу. Кроме того, использовалось очень мало металлургии. Это было необходимо только для создания металлической нити, которая использовалась для ее обвязки и украшения. Однако, помимо этого, это было чисто душевное ремесло. Вы не верите в систему гея? Наденьте его и попробуйте несколько раз, чтобы увидеть эффект. Хотя он так и сказал, Кан Шин Хек на самом деле думал, что это был бракованный продукт. Однако было чудом, что ему вообще удалось произвести такой продукт в течение нескольких дней. У него все еще оставалась половина ее волос после того, как он сделал это тоже. Вау. Сразу же после того, как он надел его, Шу издал странный стон. Есть ли какие-нибудь побочные эффекты? Нет, это Вау. Кан Шин Хек также мог видеть энергию, исходящую от браслета. Казалось, что он почти живой. Почему это так? Я думаю, что знаю. Шу хватал ртом воздух. Моя причина и следствие качества артефакта растет. Извините, я не понимаю. Итак, Шу закричала и, увидев округлившиеся от удивления глаза Кан Шин Хека, схватила его. Мне жаль, дедушка. Итак, устраняя процесс, сила, которая замедляет будущее, кажется, всасывается в него. Кан Шин Хек был убежден, что первая способность артефакта, блок судьбы, работает должным образом. Однако, что было странно, так это то, что браслет не был поврежден, даже несмотря на то, что он был активирован. Это странно. Я решил, что он неисправен из-за того ограничения, которое у него было вместо того, чтобы получить судьбу, которая постигла бы владельца. Он получил бы серьезный ущерб своей долговечности. Из-за двусмысленности слова судьба он считал, что это скорее расходный материал, чем часть оборудования, которой можно носить. Однако, казалось, что артефакт развивался, как и сказал Шу. Из него лилась более яркая энергия. Это просто. Шу кровожадно улыбнулся ему. Из-за моей кармы снижение долговечности замедляется. Ах, да, это был браслет судьбы, который потерял прочность в обмен на принятие судьбы владельца. Если бы Кан Шин Хек сделал это для себя, это был бы расходный материал. Он был бы уничтожен после принятия судьбы, которая постигла его, будь то удар мечом или магическая атака. Тем не менее, он был сделан с использованием волос Шу, что задерживало потерю прочности, поскольку он принял судьбу своего владельца. Чем больше он принимал карму Шу, тем больше долговечности он потреблял, но также и тем больше это будущее откладывалось. Что означало, что бесконечная сила, это не сила, но похоже. Я беспокоюсь, что другие услышат и придут посмотреть на продукт, который вы создали для супер-ултрагалаксофист. Дедушка действительно гений. Я никогда не думал, что ты сразу создашь что-то подобное. Но я не знаю, когда проявятся недостатки, так что не слишком привязывайся. Коншин Хек устала не по себе от того, что Шу смотрела на него сверкающими глазами. Он попытался мягко снизить ее ожидания, но Шу уже безгранично доверяла браслету. Дедушка, как насчет этого? Я стал немного выше, угу. Удивительно, но рост Шу немного вырос после того, как он некоторое время носил браслет. Это было всего около сантиметра, но для Шу этого было достаточно. О, похоже, ему трудно делать это постоянно. Этого достаточно. А пока тебе придется ждать медленно. Было бы ужасно наблюдать, если бы Шу вдруг внезапно выросла. Независимо от того, насколько высок был уровень артефакта, активировать способность было сложно. Я не думал, что это так легко разрешит мои проблемы. Я не знаю, когда он сломается. Это похоже на дедушку, быть таким застенчивым. Ты увидишь однажды. Хе-хе. Шу вцепилась в его талию с полной улыбкой. После того, как я вырасту и стану взрослой, у меня будет мой первый ребенок от дедушки. Спасибо вам за ваше сердце, но, пожалуйста, откажитесь от этой идеи. Коншенхек решительно отказался. Кроме того, означало ли это, что у нее были планы родить второго ребенка от кого-то другого? Слишком много людей говорят, что я им нравлюсь. Все они опасные люди, поэтому, пожалуйста, дайте мне их адреса. Я сообщу о них. Кстати, дедушка Цукуя. С этой женщиной немного трудно иметь дело. Не говори о ней. Я боюсь, что скоро увижу ее. Ха-ха-ха. Забавно, что ты боишься Цукуя. Эта женщина должна бояться больше всего. Эй, малышка, не приставай к Анвеллу слишком сильно. Квати, которая неподалеку упражнялась со своим мечом, подошла к ним. Шу посмотрел на нее, затем повернулся к Коншенхеку, как бы спрашивая. Это не этот, верно? Да, моя девушка ждет меня на земле. Плохо монополизировать дедушку, но, по крайней мере, это не огненный шар. Эй, давай поиграем вместе теперь, когда я чувствую себя лучше. Что? Не используйте свои способности небрежно. Каек, они начали спарринг, чтобы проверить способности браслета. Этого действительно достаточно. У меня не хватает глаз, чтобы увидеть артефакт, но ему должно быть не менее сотни лет. И к тому времени, когда этот период пройдет, Супер Ултра Галаксофист станет кульминацией. Тогда так и есть. Должен ли он выбросить оставшиеся волосы? Нет, это был драгоценный материал, который содержал ее способности. Он пока не знал, что с ним делать, но решил оставить его себе. Но когда он открыл свой инвентарь, то кое-что заметил. Ах это! Он совершенно забыл о побочных продуктах, которые он получил от хищника, огненного ящера. Его рога, кожа, кости, кровь и сердце, содержащие его магическую силу. Он попытался оценить это, но, как и ожидалось, появилось сообщение о том, что это невозможно измерить. Сердце этого монстра находится на более высоком уровне, чем у монстра. Это доказательство вмешательства Ермунганда. Действительно, были и другие предметы добычи, которые он также не мог использовать. Особая добыча, такая как гребень света, который он получил. Я думаю, я мог бы смешать герпи сердца вместе, чтобы получилось что-то интересное. Хочешь попробовать сейчас? Нет, с обоими из них по-прежнему трудно иметь дело. Вместо этого было кое-что, что он мог сделать, используя рога и кровь. С тех пор, как я отдал последнее копье Элеоноре, ты должен заставить ее заплатить своей жизнью. Нет, почему? Коншенхек также хотел иметь копье, которое он мог бы использовать. Тогда давай забудем об этом. Он решил сразу же приступить к работе. Сначала он вскипятил кровь, оставленную хищником, и добавил к ней ядовитую кровь Василиска. Он намочил в них водяной шар, чтобы максимально увеличить количество ингредиентов. Член? Шар в порядке, они не причинят мне вреда. Коншенхек использовал водяной шар, чтобы укрепить его, а затем повернулся, чтобы заострить рога. Он аккуратно вырезал их и проделал в них отверстие для рукояти, прежде чем погрузить ее в кипяченую кровь. После этого он вынул его и бросил в печь. Как только она нагрелась, он снова окунул ее в кровь. Тушение? Это не металл, так что это больше похоже на ремесло души. Вы становитесь все больше и больше похожи. Он знал, с кем сравнивал его, не спрашивая. Коншенхек улыбнулся. Все в порядке, за исключением того, что был добрее к администратору. Бонус в 500 000 и лес. Откуда берется хапы для бонусов? Минус 1 000 000 бонусных очков. Да, я так и знал. Он представлял себе это оружие с того момента, как увидел огненную ящерицу. Так что его создание не заняло много времени. Вскоре после того, как все было закончено, небо разверзлось, и основные силы Ермунганда высыпали наружу. Глава 227. Га-э-э-эх. Эй, мне просто нужно избавиться от этого. Шу выглядела очень счастливой. Когда говорила это, ее рост все еще был примерно на полсантиметра выше, чем раньше. Квати смотрела прямо на нее. Это единственный. Да, я уверен. В настоящее время крупных рейдов не будет, как только этот рейд будет отрезан. Что ж, семена Ермунганда уже были разбросаны здесь и там. Шу вытянула спину. Вид того, как она разминает суставы и насвистывает, не соответствовал ее внешности 10-летнего ребенка. Было весело играть с моим дедушкой, но теперь я хочу отправиться в другой мир. Давай покончим с этим побыстрее. Быстро. Это быстро. У Каншинхека было такое же выражение лица, как у Квати. Пока они тупо смотрели в небо, над ними кружилась гигантская змея. Бесчисленные огненные ящерицы хлынули из открывшихся черных врат, но самым шокирующим была эта гигантская змея. Это не драгон? Может быть огненная ящерица корневой вид? Он выглядит так же. Разве это не возвращение дракона? Это не дракон, они не такие слабые. Это не похоже на это. Глаза Каншинхека сузились от замечания Шу, но она ничего не ответила. Вместо этого змея, парящая в небе, внезапно открыла пастя и спустила черный огонь, который каскадом обрушился вниз по прямой линии к вулканическому бассейну. Каншинхек инстинктивно попытался схватить копье, которое он создал ранее, но Шу уже двигался, прежде чем он смог это сделать. Кулак Шу появился в небе, подняв челюсть змеи, чтобы закрыть ее пасть. В то же время сверху появился еще один кулак, чтобы раздавить его голову между ладонями. Змея не смогла сопротивляться нападению и издала болезненный крик, когда ее зажали между двумя кулаками. Сумасшедший, что это, наковальня, сейчас не время смотреть с восхищением. Черное пламя, его пасть была захлопнута, но из нее уже хлынул проливной ливень черного пламени. Он даже обтекал других огненных ящериц, выходящих из врат, заставляя их разделиться. Хорошо, что ты поймал эту змею, но... И ха-ха-ха-ха, Шу издала смех, наполненный энергией. Вокруг ее кулаков образовался искрящийся свет, и они соединились с хрустящим звуком. Это был звук раздавливаемой змеиной головы. Вот так, вот так одним ударом. Ааа, льется еще больше. Проблема заключалась в том, что в то же время, когда голова змеи была раздавлена, из нее начало вырываться еще больше похожего на смолу черного пламени. Коншенхек тоже начал кричать, когда понял, что происходит. Карцер-инвентарь. Ты только что убил его, так что будь осторожен. О, дедушка, прости. Мой инвентарь только что пополнился, когда вошла змея. Нет хапы для расширения инвентаря. Ха-эм, Шу села на место с усталым видом. Я собираюсь сделать перерыв, чтобы мой дедушка мог заблокировать это. Ты можешь это сделать? Это не слишком сложно, не слишком сложно. В прошлый раз ты тоже так делал, ха-а. У него не было времени жаловаться. Коншенхек схватил свое копье и изо всех сил метнул его в небо. Я не уверен, что это сработает для этого черного пламени. Копье начало быстро вращаться во время полета из-за спиральной канавки в роге хищника, который был использован в качестве материала для него. Однако именно благодаря особой способности копье ветер ускорил вращение. Квии-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. А это работает. Было достаточно удивительно, что вихрь от копья отбросил огненных ящериц, льющихся вниз, как дождь. Но что было еще более шокирующим, так это то, что ветер всасывал черное пламя. Небо потемнело от пламени, но теперь копье пробило в нем дыру, через которую проникал свет, что это, я довел способности огненных ящериц до предела с помощью врагов и крови хищника, но я думаю, что это слишком много для него, чтобы позаботиться обо всем, это не проблема с таким количеством, даже у йоминов есть сила блокировать пламя, приготовьтесь к битве, остановите огненных ящериц и пламя, все кланяются, подождите, на склоне холма скальные волки, эти упрямые, О, штормовые черепахи там, вдалеке, они падают в черное пламя, несмотря на то, что ситуация становилась все более сложной, Коншинхек только наблюдал за траекторией брошенного им копья, он поднимался все выше в небо, и чем дальше он поднимался, тем больше пламени поглощал, он уже поднялся на значительную высоту, но ускорялся вопреки законам физики, чем больше черного пламени он поглощал, тем быстрее вращался, Покрытые смолой огненные ящерицы изо всех сил пытались избежать копья, но они не могли свободно перемещаться в небе, и, в конце концов, те, кто попадал в зону его действия, были отброшены Он должен быть довольно сильным, потому что ветер смешан с ядовитой кровью, но умирает меньше врагов, чем ожидалось, это было ошеломляющее зрелище для остальных, но Коншинхек был недоволен результатами Возможно, черное пламя, оставленное этой змеей, усиливало огненных ящериц, однако теперь они не могли тратить время на неспешную борьбу, так как другие расы появлялись, чтобы напасть на них, хотя они были значительно замедлены потерями, которые они накопили раньше Он вызвал свой велосипед и запрыгнул на него Если бы я знал, что так будет, я бы сделал больше такого оружия Что ж, ничего не поделаешь, я пойду отсюда Эй, наковальня! Вложив шар Синьфын в голубую корову, он завел двигатель и взмыл прямо в небо Он держал в руках сферу нефрита и великого небесного духа, намереваясь защитить себя от пламени, наделив силой сферу нефрита Но произошло нечто такое, о чем он никогда не думал Голубая корова внезапно начала резонировать с шаром нефрита в его руках Шар Синьфын излучал свет в ответ на это Есть ли между этим какая-то связь? Бонус в размере 80 000 лес от администратора, который восхищается вашими удивительными идеями Ты издеваешься надо мной? Свет, испускаемый шаром Синьфын, казалось, становился все темнее Но скорость синей коровы только росла все быстрее и быстрее Подождите минутку, это не иллюзия Сфера Синьфын, кажется, она восстанавливается Вуэм, как бы говоря, что это не было иллюзией, синяя корова закричала Однако сейчас было не время изучать сферу Синьфын Огненные ящерицы были прямо перед ним, а за ними к нему направлялось это черное пламя Ууу горячо Коншенхек достал свои соединители души Десять нитей нити вытянулись из его рук, чтобы разорвать огненных ящериц, падающих вокруг него Он зацепился за копье, когда оно начало падать Окрашенный в черный цвет металл теперь мрачно блестел Черное огненное копье хищника ССС ранг Особые способности Огненное хищничество Темное пламя Обжигающий ветер Хищничество огня Поглощает все тепло, чтобы накапливать энергию и укреплять себя Если довести его до предела, он оставит после себя экстремальный холод Темное пламя Длинное острое лезвие Копья из темного пламени Длина и мощность лезвия варьируются в зависимости от накопленной энергии Обжигающий ветер Он поглощает все тепло вокруг себя, заставляя копье вращаться, создавая резкий ветер холодного воздуха Оружие, сделанное кузнецом, который развивает и выращивает материалы, которые он использует Он содержит много крови происхождения материала, что приводит к постоянной мутации Глаза Каншин Хека сверкнули Копье изменилось Сначала это был всего лишь ССС ранг И его особая способность изначально не создавала темное пламя После завершения строительства стены он смог придать большинству созданных им вооружений способность расти Но это было единственное оружие, которое выросло после первого боя Это потому, что он тоже сделан из частей этих огненных ящериц Шу убил босса, но я получил выгоду Он старательно протянул свои нити, чтобы выследить огненных ящериц Проверяя информацию о предмете, и внезапно ему пришла в голову идея Он схватил копье и обвязал вокруг него пять нитей Это была одна из особых способностей соединителя душ Которая могла не только усиливать все его характеристики, но и усиливать предметы, обматывая их нитью Черное пламя, вырвавшееся из копья, было еще более усилено нитью Было бы здорово, если бы это могло превысить текущий лимит Но он не мог надеяться, что это зайдет так далеко Да и сейчас это не имело особого значения Тогда, опять же, вперед Коншинхек еще раз изо всех сил метнул копье Копье образовало вихрь холодного воздуха И нити вокруг копья вытянулись и затрепетали на ветру То, что произошло в результате, можно было описать только как «одисастер» Ко-а-а-а, к-и-и-и-и Коншинхек улыбнулся, наблюдая, как огненные ящерицы, подхваченные ветром, быстро разрываются на части нитями В одно мгновение он расширил радиус действия более чем в десять раз и убедился, что эти чертовы ящерицы не смогут выжить То черное пламя, что осталось в небе, было поглощено вихрем копья, и Коншенхек издал довольный смешок, наблюдая за этим. Теперь мы позаботились об этом. Он очистил поле боя, убрав отставших с помощью своего соединителя душ. Глядя вниз, Йомины, которые были на стене, легко отгоняли своих врагов. Возможно, в течение нескольких дней они смогут прочно установить свое господство над этим миром. Давай впитаем все это и вернемся назад. Он со смехом обернулся, но за этими вратами, которые все еще были открыты в небе, кто-то был. Меч богоубийцы, висевший у него на поясе, издал крик. Что, богоубийца что? Богоубийца пытался сопротивляться, но в конце концов не смог преодолеть его и полетел по воздуху. Коншенхек вытянул свои нити, чтобы поймать его, но нити оборвались, так как они не могли преодолеть силу, притягивающую меч. Нити были перерезаны, но это невозможно, если их не одолеть силой своей души. Член избегай этого. Оставьте.